Сентиментализм Можно мне вопрос? Сентиментализм – это привычка или чувства какие-то? Как с ним борьбить, чтобы это убрать или как-то уменьшить, сузить? Сентиментализм может быть в разных проявлениях. Есть, в общем-то, сентиментализм, который является частью характера. То есть, в общем-то, у всех у нас есть сентименты. То есть, в общем-то, что-то мы чувствуем и принимаем решение на основе этого чувства. Что такое сентиментализм? Когда между чувствованием и принятием решения не стоит разум. Поэтому у некоторых это привычка. Например, часто встречается в среде женщин, то есть на сентиментализме. То есть, на основе чувствования принимается решение. И считается, в общем-то, такой некоторой спецификой женского характера. Поэтому так трудно мужчине и женщине принимать решение вместе. То есть, она говорит, мне нравится и все, а он не понимает, ну и что, что нравится. То есть, оно дорогое уже. Говорит, ну нравится же, оно дорогое уже. То есть, в общем-то, разная система мышления. То есть, это может быть частью характера или это может быть проблема. То есть, если это часть характера, то это, в принципе, не проблема. То есть, это просто нужно принять и с этим жить спокойно. Но когда я, так сказать, проявляю сентиментализм на духовном пути, вот тут уже надо с этим, так сказать, бороться. То есть, если в жизни, в общем-то, это может не мешать особенно, это может быть просто моей привычкой какой-то или моей особенностью, то вот на духовном пути это уже будет препятствие. Препятствие на духовном пути называется анарха. Анарха, то есть то, что не дает двигаться вперед. Поэтому, если я буду принимать какие-то духовные элементы на основе просто своих чувств, нравится мне это или нет, то есть сегодня там нравится одна традиция, завтра нравится другая традиция, сегодня нравится один учитель, завтра нравится другой учитель, сегодня нравится молиться, завтра не нравится молиться, сегодня нравится проститься, завтра не нравится проститься. Если я на основе чувств все это делаю, то есть у меня нет этой прослойки логики, то есть я не пропускаю это через какую-то, в общем-то, философию, то в этом случае это будет препятствием, так как я буду все время, в общем-то, терять результаты своей деятельности. То есть что-то будет меня или разочаровывать, или излишне привлекать, то есть я буду идти за каким-то привлечением. И это привлечение будет на самом деле обманчивым. То есть, например, такое часто бывает, женщина выбирает себе духовного учителя мужчину. Ей на самом деле не его духовные наставления нравятся, а ей он нравится как личность. Если она на основе этого принимает, о себе духовного учителя, на основе чувства, это будет большая проблема потом. То есть она всем проблемам принесет, и себе, и ему, это не будет духовный путь, это будет сентимент. То есть поэтому необходимо, как мы говорили, на другой основе действовать, на основе, в общем-то, понимания того, что я делаю, что какой должен быть результат, то есть я должен, в общем-то, трезво оценивать ситуацию. Пока этой трезвости нет, невозможно принимать правильные решения. То есть, в общем-то, а сентиментализм – это некоторое отсутствие трезвости. Поэтому, в общем-то, могут возникать неправильные решения. Могут возникать неправильные решения. Как помните, это загадку для водителя, которую всем водителям задают. Вы едете по дороге, да, и видите, то есть, и вот перед нами две полосы. На одной полосе стоит старая бабушка, а на другой стоит молодая девушка. Кого будете давить? Тормоз. Тормоз надо давить, тормоз. А сентименты начинают выбирать, да, кого тормоз, кого тормоз надо давить. То есть, без сентиментов, понимаете, без сентиментов. Как меня спрашивают, то есть, что надо там, а чтобы стать астрологом, говорю, только одно, сопление надо. То есть, ну, не нужно, надо сказать, погружаться в тот мир, надо сказать, чувственных эмоций, на которые вам рассказывает человек. Нужно быть выше этого. Как врач, он не должен погружаться в эту медицинскую проблему. То есть, да, этот человек явно умрет. Но, представьте, что вы входите, а врач, видя вас, начинает горько плакать, креститься и говорит, все, прости, господи, да, я такого никогда не видел за тебя, как ты вообще жив? Нет, он должен быть абсолютно спокойным. Ему все равно, он против или нет. То есть, он профессионал. То есть, у него нет этих сентиментов. Если эти сентименты есть, то это будет мешать профессионализму. И вот духовная жизнь, это также, в общем-то, некоторый профессиональный уровень, то есть, тут сентименты будут мешать. То есть, этот бог меня любит, потому что он мои желания исполняет. А вот тот бог меня не любит, он не исполняет мои желания. Ну, как же так? То есть, я буду любить того бога, который исполняет мои желания. Вот это сентимент. То есть, вот у него папа хороший, он его не наказывает за двойки. А у меня папа злой, он меня наказывает. То есть, это все сентименты. То есть, мы не понимаем, какой должен быть результат. Поэтому, в общем-то, пока это часть характера, и пока мы это как-то в быту используем, в принципе, это нормально. Женщины больше сентиментальны, мужчины больше логичны. То есть, в принципе, никакой разницы нет. И то проблема, и то проблема. Оба они проблемы. И мужчина, и женщина, это просто разные типы проблем. Но вот в духовной жизни женщине нужно бороться со своей сентиментальностью, а мужчине нужно бороться со своей логичностью. Потому что, так как духовность, она нелогична, мужчине тоже мне не нравится. Поэтому он пытается все время какую-то логику вывести. А логики нет. Логики, в любви логики нет. Почему ты кого-то любишь? Нет никого объяснения. То есть, как только начинается уровень любви, преданности, нет таких вот духовных откровений, тут логики вообще никакой нет. Вообще никакой нет. Почему человек оставляет все, что ему дает жизнь и, в общем-то, посвящает все, что у него есть, тому, что он даже, так сказать, не может никак увидеть. Почему? Почему? Он же не видит духовного мира. Он же не видит святости. Он же не видит духовности, как таковой. Он не видит Бога, в конце концов. То есть, он не видит эти вещи. Он видит только косвенные проявления. То есть, его это вдохновляет, как посвенное проявление. Он видит личности, у которых есть этот опыт и все. Но этот опыт он не может увидеть. Он видит результат опыта, конкретную личность, то есть мудреца какого-то, но больше он ничего не видит. И даже этого достаточно, в общем-то, чтобы встать на этот путь. Даже этого достаточно. В этом идея, что на сантименты будут мешать. Так же как и логичность будет мешать. Поэтому необходима разумность, но это не разумность на основе логики, не разумность на основе сантиментов. Это разумность на основе вопросов и ответов. Когда я смиренно спрашиваю, получаю ответ и смиренно пытаюсь его понять, и понимание приходит. То есть это немножко другая вещь, более тонкая, так как мы обсуждаем более тонкое явление духовности. Поэтому и более тонкий путь. Логикой Бога не докажешь. А уж с сантиментами там точно, так сказать, делать нечего. Поэтому потихонечку избавляясь от этих проблем, мы, в общем-то, разберемся. А вот вчера мы это разбирали по поводу трех видов молитвы. Механическое, осознанное и чистое молитвы. А что касается чтения по мантре Харикришна, когда читаешь 16 раз, это по какой-то степени механика, в то же время это нужно IoT бы чтобы называлась осознанная или чистая идет. Как Вы к этому относитесь? Бхагавадгита это расшифровка махамантра. Бхагвадгита это расшифрованная махамантра. Поэтому, чем больше вы понимаете хагавадгитваgraph hamburgため, тем более осознанно вы читаете молитву. То есть это расшифровка. В общем-то, молитва это обращение к Богу. То есть молитва это благодарность Богу. Молитва это понимание желаний Бога. Молитва это желание, молитва это в общем-то просьба дать понимание как это желание исполнить. Все это объясняется в Бхагавадгита. Поэтому есть короткие молитвы, есть большие молитвы. Бхагавадгита это тоже молитва. Гита так и называется, песня или молитва. То есть это буквально божественная молитва. А в Бхагавадгита ее тоже можно как молитву читать. Поэтому есть развернутые молитвы, есть короткие молитвы. Поэтому даются короткие молитвы, мантры называются, на них мы концентрируемся, но у них есть более развернутый вариант. Развернутый вариант это Бхагавадгита. Бхагавадгита тоже не окончательный вариант. Бхагавадгиту объясняют Шмат Бхагавад. Поэтому есть куда идти, и это даже еще не окончательный, еще дальше есть. Есть куда, то есть глубь бесконечна. То есть в духовной практике все идет вглубь. Нам кажется, что всего там несколько слов. В каждом звуке, который приходит из духовного мира, это звуки не из материального мира. То есть молитвы это звуки из духовного мира. А так как они из духовного мира, они обладают качествами духовности. Вечность, знания и блаженство. А это значит, что даже если я возьму одну букву из молитв, а это факт, нужно даже одну букву разбирать. Но есть трактаты, которые одну букву, молитву по буквам разбирают. То есть, например, есть перевод Харипишна мантры, каждые буквы перевод. Что она значит? Это уже более тонкие трактаты, где каждая буква разбирается. То есть можно 100 книг написать только про одну букв для начала. Что это значит? То есть вглубь идет, не вширь, а вглубь. Поэтому, в общем-то, это совершенствование в осмысленном повторении бесконечно. И раз оно бесконечно, это не значит, что оно бесполезно. А это значит, что нужно прилагать постоянные усилия. А это значит, что будет все интереснее, будет все радостнее, будет все духовнее. Качество каждый раз будет другое. То есть каждый раз будет все духовнее и духовнее. Поэтому мы говорили, да? Помните, я говорил эту фразу, да? Что духовность бесконечна, но каждый раз она в два раза увеличилась. Вот то же самое и здесь. Как только мне кажется, что я дошел до какого-то понимания в духовности, если я прилагаю усилия, то следующим шагом я понимаю, что я не больше, чем половину. И передо мной еще половину. То есть еще столько же. И когда я опять все это прохожу, мне кажется, что уже все. Если я прилагаю усилия, делаю еще один шаг, оказывается, что это тоже не больше, чем половина. И еще впереди столько же. Это похоже. Это опять-таки этому учат горы. Когда вы поднимаетесь, кажется, что этот хребет последний. Но вы на него поднимаетесь, и оказывается, что там опять долина, и еще я следующий хребет. И еще, и еще, и еще. И так бесконечно. Так же и здесь. То есть как бы глубоко вы не шли. Помните, мы говорим, Ива-Нова, да? То есть Вечно-Новая. Вечно-Новая. А так же и тут. То есть молитва, это, в общем-то, некоторый сконцентрированный вариант. Как сгущенное молоко. А сгущенное молоко еще можно высушить, и получится бурфи. Такая сладость восточная. Или бурфи. Такая сладость. Твердая. Это уже твердая сгущенка. Твердая сгущенка. То есть это выпаренное молоко до состояния твердости. Такая сладость. И вот так же происходит и с духовными элементами. То есть сначала, когда мы это практикуем, это такое разбавленное городское молоко. То есть там больше воды, чем молока. То есть его пьешь по вкусу вода. То есть это вот наша неосознанная или оскорбительная молитва, а первая стадия намоаппаратка. Когда я начинаю это понимать, то я уже что? То есть я уже стремлюсь покупать молоко в деревне, уже питаюсь, чтобы был хороший молок. Уже начинаю выбирать. Поэтому это я начинаю, в общем-то, серьезно относиться к молитвенной практике. Я начинаю это делать серьезно. Потом я пытаюсь еще это сгустить, уже выпариваю. То есть я пытаюсь понять значение каждого слова, значение каждой буквы, о чем идет речь. То есть это вот уже изучение трактата. Но потом я могу это уже до максимального состояния, до чистого сахара довести. Это изучение более глубоких татов. И так эта асфальтость может увеличиваться и увеличиваться бесконечно. А поэтому Шамат Бхагава там называют сливки, но ведического знания. То есть есть прямо такие сравнения. Поэтому тут идет это некоторое углубление. Углубление, 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 в общем-то. И мы должны искать это углубление. Я провожу иногда исследования, разговариваю с разными духовными людьми и осмотрю. То есть человек мне говорит, что я к какой-то традиции принадлежу. Я пытаюсь найти эту глубину. И иногда я не нахожу глубины. То есть иногда духовность это просто стакан с водой. Недавно я разговаривал с одним человеком. А переписывался мы с ним разговаривали по поводу формы Бога. Интересные были беседы. Я спрашиваю, как у вас описывается форма Бога. И он нашел только одно высказывание. А смог сказать, что Бог сидит. То есть он мне привел эту цитату. Вот Бог сидит. И вокруг него там ангелы. Вот все, что я могу сказать. Я говорю, ну хорошо. Раз сидит, значит может стоять так? Он говорит, все, так мы уже думать не можем. Все сидит и сидит. Я говорю, вечно сидит или что? Все, все, все. Вы не должны так думать. Все, все, все. То есть просто следуйте наставлениям и не лезьте в это вообще ничто. Я говорю, ну все. То есть я нашел одно. Дальше мне вот... Не могу идти дальше. То есть нужно сказать, если вы ищите духовность, нужно всегда найти бездну некоторую. И вот я лично нашел эту бездну Шама Бхагава. То есть Бхагавадгита это дверка. Бхагавадгита это трактат, который, в общем-то, объясняет терминологию Шама Бхагавата. То есть мы изучаем термины. То есть Бхагавадгита, в общем-то, он дает возможность понять вот этот некоторый словарный запас, а с помощью которого можно изучать более глубокий трактат. Когда мы поняли Бхагавадгиту, можно начать изучать Шама Бхагавата. И там открывается бездна. Просто бездна. Просто бездна. Понятно, что там, ну не то, что там несколько томов, на одной странице можно на всю жизнь становиться и эта бездна будет открываться. То есть настолько глубокие описания духовного мира, самого Бога духовности, духовного процесса, настолько глубокие и бесконечные описания, что того, кто ищет глубину, его это удовлетворяет. Того, кто боится глубины, есть люди, которые боятся глубины. Вот им специально нужны трактаты, где, так сказать, по коленам. Это нормально. То есть это не является плохим или хорошим, но, так сказать, разным искателям разная глубина. То есть одним хочется по коленам подходить, другим хочется с акваланком подходить. И это не говорит, какой трактат лучше или хуже. Вовсе нет, спасибо Богу. Это говорит о том, что мы разные. Поэтому мы выбираем разные трактаты, разные направления. Вот это свойство, в общем-то, новетических трактатов, они глубина бесконечная. Просто бесконечная глубина. То есть дальше всегда идёт следующий по сложности трактат. Например, с Дашим Адбагаватом идёт Читаем Чиритамир. Ещё более сложно. И так дальше, и дальше, и дальше. И бесконечно, бесконечно. Поэтому, к сожалению, так иногда человек, вам-то сказать, слишком переоценивает свои силы, берёт какие-то сложные трактаты и разочаровывает, что ничего не понятно. Поэтому нужно чего-то так, в общем-то, начинать простого и сразу понимать объяснение. То есть не пытаться, так сказать, силой взять, как мы говорили, это некоторое заблуждение, взять духовность силы. То есть буду читать, пока не поймут. Да не будешь. Не поймёшь. Вот только устанешь. Нужно дочитал до непонятного места, остановился, задал вопрос. Письмо написал, позвонил, кого-то узнал, всё, но разобрался, дальше пошёл. Как мы по дороге едем? Видите, развилка, то есть непонятно куда ехать, лучше карту посмотреть. Зачем тупо ехать дальше? Но мы думаем, да какая разница, я скорости возьму. Я эту развилку на скорости проскакиваю. Нет. Так же и в духовной жизни на скорости духовную жизнь не проскатишь. То есть нужно вот эту прослойку разума включить. То есть на каждой развилке нужно останавливаться и пытаться понять, так сказать, куда мы тут поворачивать. И тогда разум включится и, в общем-то, будет легче. Будет всё понятно. Будет понятно. То есть тоже, в общем-то, Бог смотрит, кому разум включать, кому нет. Потому что если дураку разум включить, он такое понадурит. Понимаете? Поэтому, в общем-то, слава Богу, не все дураки за автомат хватаются. Вот. Слава Богу. То есть не включается разум, что нужно взять автомат и пойти всех расстроить. Только у некоторых дураков включается. Если бы у всех дураков включалось, то же бы всех перестрелять. Поэтому им разум отключается. То есть если человек ведёт себя глупо, ему разум подключают. Он ходит, он цветочки собирает. Как, например, раньше тоже было на ядерное оружие. Вот Аджуна владел ядерным оружием. То есть он мог спокойно запустить атомное оружие. Но так как у него был разум, то он мог это оружие остановить. То есть это оружие было направлено в действие. Он мог его как-то запустить, так мог его и аннулировать. Так что сразу монет аннулировать посредством ядерного взрыва не могут. И его нормально направить не могут. То есть просто баскуют. Так разума нет, поэтому все боятся сейчас ядерного оружия. Раньше не боялись. То есть у Аджуны в колчине атомная бомба была спокойная. Он мог её запустить и, в общем-то, и всех взорвать. Какая проблема. Но он этого не делал. Вы заметили? Потому что он был разумный. А он мог взорвать всю Куркшетру одной стрелой. Но он был разумный, он этого не делал. Так сейчас разума нет, поэтому все боятся Корею эту сумасшедшую. Потому что бахнут, реально бахнут. Потому что Россия бахнула 300 раз, а Америка бахнула 300 раз. По 300 испытаний и у той, и у другой страны уже 600 раз бахнули. Понимаете? То есть это просто детство. То есть с брачом идти бахать, бахнуть. То есть уже потом смотреть на результат. Вот это и глупость называется. Поэтому, конечно, опасно. Поэтому все боятся. Эти уже набахались, а тут еще какой-то хулиган появился. И тот тоже бахать начинает. Понимаете? Ну мы-то ладно якобы умные, да? А они-то что бахают? Но мы такие же, мы же тоже бахаем каждые два месяца. Понимаете? То есть мы такие же бахаем и бахаем. Это опасно. Вот, а Джуни было не опасно. Он ни разу не бахнул. Он ни разу не бахнул. У него было. И были возможности вообще всех бахнуть. Его так все достали. Понимаете? Мучили его. Как, 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 как только могли. Он не бахнул ни разу. Вот это была личность. Это был воин. Поэтому на востоке говорят, если вытащил кинжал, значит убивай. А иначе не вытащил. Он ни разу не вытащил. Ни разу. Угу. Все хорошо. Еще одна. Вот мы говорили о том, что в детстве родители заставляют, вернее, ставят детей в такую ситуацию, что они начинают оправдываться. Вот. А что, как по поводу того, что когда взрослый человек, что-то, допустим, произошло, он начинает как бы говорить, почему это он произошел, ему в ответ, да не оправдывайся, не надо оправдываться. Да, но вот я не понимаю, почему этот человек не должен оправдываться, просто он хочет объяснить, почему это произошло. Он должен сначала признать свою вину, а потом объяснить. Если он не признает свою вину, а объясняет, это вот оправдание. То есть, он хочет уйти от ответственности. Как мы вчера говорили, опять-таки, давайте вспомним эту хорошую фразу, которая всех нервирует, что такое ответственность, да, что это, то есть, готовность не сваливать на кого вину, если все плохо закончится. Если я начинаю все-таки оправдываться, значит, я сваливаю все-таки вину, хоть как-то. Ну, все-таки, ну, не полностью я виноват. Ну, так же не может быть. Ну, тоже нечестно. Нет. То есть, сначала я признаю, что я виноват, потом я объясняю, в общем-то. И все понимают, что зря мы так, так сказать, уж совсем-то. Ведь не он-то совсем виноват, ведь все-таки. Так как не мы являемся результатом, так сказать, нашей деятельности окончательной, так же, в общем-то, и не все, что плохого происходит по нашей вине, тоже в этом мы на 100% замешиваем. Ну, если, допустим, человек признал свою вину, начинает оправдываться, а ему в ответ, да не оправдывается? Он тогда не оправдывается. А ему, как бы, это, это, контр, такое утверждение, да не оправдывается. Значит, оправдывается. Люди добрые, понимаете, то есть, не так просто вот этот момент признать. Не так просто. Это очень высокий духовный уровень, это уровень святости. Поэтому мы немножечко так, и имитируем сначала уровень, то есть, мы механически делаем. Все, я виноват, я очень виноват. Но это делает меня гордым. Я беру на себя вину, я виноват. Если гордость появляется от того, что я взял на себя всю вину, значит, это я просто использую для своего возвеличивания эту ситуацию. Есть два способа стать великим. Это стать великим в хорошем и великим в плохом. Понимаете? Поэтому великим в хорошем стать трудно, поэтому я пытаюсь стать великим в плохом. То есть, да, беру на себя вину, это я все испортил, все, я виноват. Я буду нести всю ответственность, пинайте меня, бейте. То есть, это тоже возможно стать великим. Другая возможность, что сейчас меня пожалеют, сейчас меня оценят, какой великий, я взял на себя всю вину. Это очень хитро. Это, так сказать, наш ум хитер. А поэтому, ну, когда мы так делаем, но в основном это такая очень тонкая форма гордости. Очень тонкая форма гордости. Обычно. Ум по-разному все это выворачивает. Поэтому не так просто стать на этот уровень реальный. Не так просто жизнь будет проверять. Будет очень серьезно проверять каждый раз, когда я буду имитировать мудрость или святость. Помните, мы говорили, да? То есть, Кришна поставил колесницу в нужном месте. Ни на сантиметр, ни влево, ни вправо. Он поставил там, где нужно. Также ситуация такая возникнет, что все из нас вылезет. Все вылезет. То есть, ну, как только я буду играть в святости, в мудрости или в духовность, жизнь вытащит из меня все. Все вытащит. Помните этот анекдот? Мальчик сидит и смотрит, как поп гвозди забивает. И мама его спрашивает, что смотришь? Говорит, я жду, пока он себе попал в попалет. Говорит, а что ждешь? Мне интересно, что он скажет. Понимаете? То есть, он же такой умный, правильно? То есть, все время умные вещи. Говорит, а вот когда действительно ситуация? Серьезно, когда действительно испытание, что тогда? Тогда все вылезет. Тогда много чего вылезет. И вот тут, так сказать, нужно быть честным перед собой, мы говорили. Нужно быть честным, понять, что надо работать. Работать дальше. То есть, не играть в это. Мы все время должны ловить себя на игре, что я в это играю. То есть, я пытаюсь играть и думаю, что другие поверят в эту игру. Но Бог не верит в нашей игре. И люди не верят, это что самое интересное. Никто не верит. Очень трудно играть. То есть, как бы мы ни играли на сцене, а все равно понятно, что это актер. Никто до конца не верится. Был такой актер, один известный. Он настолько серьезно играл, что когда он должен был на сцене убить, то он взял и задушил свою партнерку. То есть, он настолько вошел в эту роль, что придушил его. Его посадили в тюрьму на 25 лет. Очень известный актер был. И когда его выпустили, он опять пошел играть в театр. И его следующая роль была, где он должен был насыграть смерть. И он на первом же спектакле так сыграл смерть, что умер. В этот момент. Очень известный актер. Его на востоке почитают. Вот это он вошел в роль. А Станиславский отдыхает. Потому что на основе вторичных переживаний все это выстраивает. А тут он действительно входил в роль. Действительно. Полностью. По-настоящему. То есть, реинкарнировал в эту ситуацию. Были такие актеры. Это русские актеры, да? Нет. Восточные. На востоке в Индии. Так же, как и музыканты. То есть, музыкант должен вызывать эмоции. И поэтому в Индии известен танцем. Последний из музыкантов, который, в общем-то, мог вызывать настоящие эмоции. Если он играл, то весь зал или плакал, или смеялся. Или был в ужасе, или подпрыгивал от горя. У нас, если музыкант играет, то один понимает, что он играет. А другие все засыпают. А что это? Или там балет, или еще что-то сейчас, в общем-то. Образованность невысокая. Люди сейчас к этому очень легко относятся. Но это был такой музыкант, что не важно, кто вы. Неважно, есть у вас музыкальное образование или нет. Неважно, есть слух или нет. Если он играл, жалобливал мелодию и все плакали. И музыкант должен был доказать свое мастерство. Он должен был вызвать физическое явление. Поэтому перед музыкантом ставили свечи. И он играл рагу огня. Рагу огня. Агни-рагу. Музыкальное произведение. У нас там есть раги. Видите? Вот он эту рагу так играл, что свечи загорались на музыкальном ферменте. А после этого он должен был сыграть рагу дождя. Он ее должен был сыграть и эти свечи должны были потухнуть. Две капельки должны были появиться и эти две свечи не потушить. И простые музыканты зажигали две свечи, которые стояли на музыкальном инструменте. А великие музыканты, такие как танцент, зажигали все свечи в зале. Которые стояли в этих подсвечниках. И это было совсем недавно. То есть это известный музыкант, еще его помнят. И вот на его представление собирались цари, то есть приглашали капельки. Он такие и проводил представления. То есть исполняя правильные мелодии, он вызывал даже физические влияния. Вот это вот парафианал. Действительная сила. То есть в этом идее... Забрать? Да? Нет? Все понятно? Все понятно. Мы остановились. Восемная глава, шестнадцатый текст. Я прочитаю, как он звучит на санскрите. Абрахмабхуваналлокахпунаравартинорджунаамамамупетьятукаунтияпунарджанманавидьяте. Переводится так. Все планеты материального мира, от высшей до низшей, это юдь юдь страданий, где каждый вынужден снова и снова рождаться и умирать. Но тот, кто достиг моей обители, о сын Кунте, уже никогда не родится здесь. Очень важно. Помню, мы тут долго на эту тему разговаривали. Вот еще раз этот стих себе отметили. Где четко, однозначно говорится. Что тот, кто достиг, никогда сюда не возвращается. И эту тему не поднимайте. Вот уже есть ответ. И о чем здесь говорится? Говорится о том, что какой бы йогой человек ни занимался, он должен достичь стадии любви и служения Богу. То есть, которая называется Бхахта. Йога ее описывает Кришна в этом произведении. Иначе ему не удастся перейти из мира материального в мир духовный. То есть, переход в мир духовный происходит на основе любви. На основе деятельной любви. Деятельная любовь называется предность. А поэтому в духовных цартаках используется слово предность или Бхакти. Бхакти это предность. Эзотерики переводят Бхакти как любовь. Но это бездеятельное чувство любовь. Как мы говорили вчера, что люблю. Ну и что? То есть, я люблю работать. А где ты работаешь? А что там мне лень? Очень странно. То есть, если любишь, тогда работай. И также любовь. Любовь это деятельное чувство, поэтому выражается в виде предности. Предность или служение. То есть, любой путь, не развивающий любовь или предность. Это та или иная форма материализма. Описывает Бхагавадгита. То есть, что такое материализм, очень интересная вещь. Материализм мудрецами очень хитро объясняется, очень интересно. Материализм, как ни странно, это ожидание человеком чуда. Материализм это ожидание чуда. То есть, нам очень хочется, чтобы наши желания исполнялись вне зависимости от того, заслужили мы их или нет. Нам очень хочется. Полезны они для меня или нет. То есть, нам просто очень хочется, чтобы наши желания исполнялись. То есть, чтобы я был причиной своих желаний. То есть, не важно, заслуживаю, не заслуживаю, достоин, не достоин. Я просто хочу, чтобы они исполнились. Это называется ожидание чуда. Вера в Бога это готовность жить без чуда. Вот вера в Бога это готовность жить без чуда. Это готовность исполнять все свои обязанности, вне зависимости от того, получаю я то, что запланировал или нет. Вне зависимости. То есть, это готовность жить без чуда. То есть, это вот безусловная любовь, да? То есть, готовность жить без чуда. Как мы, например, ожидаем всегда ответной любви, да? Если на определенном моменте нет ответной любви, то мы оставляем все это. Дурак какой-то. Не может понять, какой я был для него подарок. И мы прекращаем любить. Это был материализм. То есть мы ждали чуда, что от того, что я сделаю подарков на полторы тысячи долларов, то он должен меня полюбить в ответ. Мы ждали чудо, мы думали, что за деньги можно купить любовь или еще за что-то. Но чуда не произошло, а мы просто материалисты поэтому зачаровались. Поэтому духовность это нечто другое, когда готов продолжать исполнять свои обязанности вне зависимости от того, есть тот результат, который я предполагаю должен быть или нет. Я просто продолжаю. И чтобы понять это возвышенное настроение, необходимо развить себе функцию разума. Поэтому мы должны поговорить о разуме. Разум находится в области агья-чакры. Он здесь. Именно здесь. Поэтому, чтобы не говорили современные эзотерики об открытии третьего глаза, или развитии агья-чакры, в действительности, если речь не идет о развитии разума, все это бред. То есть разум находится в агья-чакре. Поэтому, чтобы действительно говорить что-то о агья-чакре, нужно говорить о развитии разума. А разум это сила воли. Разум это сила воли. Разум выражается в силе воли. То есть разумный человек имеет силы. Если ты разумный, то что ты куришь? Если ты разумный, то что ты пьешь? Разум в силе воли выражается. Если ты разумный, то видишь, что это плохо не делай, да и все. То есть это проявление разума. Разум должен быть главным в теле. То есть если разум главный, то он просто приказывает тело. Тело делает. Сила воли. Поэтому открытие третьего глаза это способность отказываться от всего плохого. Это уровень яма-нияма. То есть йоги-уровень яма-ниямы, сразу открывает третий глаз. Отказ от всего плохого и принятие всего хорошего. Да? Вы знаете, да? Технику уровень, яма-нияма. Все очень просто. То есть когда человек практикует силу воли, он себе открывает третий глаз. Все остальное бред. Лучи, шары, знаки, янтры, мантры. Все это бред. То есть, в действительности это просто обман. Так как никто не хочет силу воли практиковать, поэтому человеку все что угодно рассказывают, но не про силу воли. Про что угодно. Фактически говорится, открытие третьего глаза это способность отказаться от всех трудных привычек и негативных желаний в момент их возникновения. Вот это значит, что у человека развита силу воли. Потому что, как мы говорили, и у хорошего человека, и у плохого возникают дурные желания. Но плохой человек не может от них отказаться, а хороший человек может. Вот и вся разница. Поэтому, если у меня сила воли развита, ко мне пришло дурное желание, ну и что? Я просто его не делаю и все. Просто не делаю и все. То есть, если взять все наши желания и сейчас их записать дурные, которые приходят, лучше никому не показывать. А то вся наша, так сказать, внешняя умность и красота будут тут же испорчены за первые 10 пунктов. Упаси Бог вообще. Это самый тайный список, который можно себе представить. Знаете, что самое страшное? Что Бог это видит. То есть, это мы от других скрываем, от Бога это невозможно. А близкие догадываются. Поэтому они нас все время как ковыряют. То есть, близкие самые добрые, потому что они ближе всего к нам, и они догадываются, что я не такой, в общем-то, как меня знают мои друзья на работе и еще где-то, что во мне там есть там червячок там сидит, а не верь где-то червячок. И они его выковыривают из меня. И он тогда глубоко залез, поэтому они глубоко в душу залезли. Поэтому нужно быть благодарным родным. То есть, они всегда так находят моменты. То есть, если речь не идет о силе воли, все остальное просто шарлатанство на основе эзотерики, в общем-то. Поэтому мы будем говорить о силе воли. Сила воли это умение приказывать своему телу вести себя, в общем-то, позитивным образом вести себя как надо, вести себя соответственно, несмотря на требования чувств и ума. Несмотря на требования чувства ума. И Агья чакра связана с великой мантрой ОМ. Именно мантра ОМ связана с разумом. Это мантра разума, в общем-то, а не мантра релаксации. У нас сейчас ее мантра релаксации. Не мантра релаксации, это мантра разума. Она отвечает, она является символом духовного мира, духовного разума и одним из имен Бога. Поэтому и развитие силы воли начинается с повторения мантры как таковое. В ведах известны миллионы мантр. Каждый стих из ведического трактата это мантра. Каждый стих мантры. Но, говорится, все они находят совершенство в Маха мантры. Поэтому речь идет о Маха мантрах. Есть несколько Маха мантрах. То есть, в общем-то, и они рекомендованы как основные молитвы для повторения. Для повторения в этом идее. То есть, в чем эффект Маха мантры? Маха мантры не имеет побочных эгоистических желаний. Простая мантра несет себе какое-то эгоистическое желание. То есть, хочется немножко там печень поправить. Немножко денежек заработать. Немножко того сего. В Маха мантры этого нет вообще. В Маха мантры нет эгоистических желаний. То есть, она потому и Маха, потому что она имеет абсолютно духовные варианты. То есть, абсолютно духовные направления. То есть, только духовные желания. Некие материальные желания в Маха мантры не предусмотрены. Поэтому, мантра йога не является игрой или шуткой, как мы сейчас говорили. То есть, необходимо прилагать достаточно усилий, чтобы научиться, в общем-то, действительно очищать свой разум. Делать его сильным. Встать на эту позицию силы воли. Как мы учимся там по четыре пары в день, например. Много усилий прилагаем. Но на ту же мантру мы тратим совсем немного. То есть, как это... Почему мантра тренирует силу воли? Да, мы это разбирали. Потому что медитация, мантра медитация, требует постоянного возвращения назад своего сознания. Я каждый раз, хотя ему хочется подумать о том, что он хочет. Я должен возвращать его назад. Возвращать. То есть, если я повторяю мантру, то все это время мое сознание возвращает назад, моя сила воли тренируется. Поэтому, ну, когда потом ко мне приходит глупость, я легко от этой глупости отказываюсь. Если я трачу достаточное время на мантру медитацию, на повторение маха мантры, то я настолько натренировываю свое сознание, что когда приходит действительно глупость, может пойти и застрелиться, то я эту глупость отбрасываю. Потому что люди не могут остановиться. То есть, на каждом мосту есть место самоубийца. В ведах описывается, что места напряжения, они притягивают тонкие живые существа, самоубийц, то есть тех, у кого психика слабая. Вот, например, мост – это место напряжения. Там все напряжено, там все висит под давлением. То есть, там сопромат такой стопроцентный. Там все материалы сопротивляются. И мы не видим этого сопротивления, но это действует на тонких живых существ. Поэтому мост, так сказать, чем быстрее его проедет, тем лучше. Иногда хочется его быстрее проехать. А вот те, у кого психика нездоровые, они туда идут и просто с него бросаются. То есть, они себя не могут остановить. Напряжение моста сильнее, чем силы воли человек. Поэтому башни, то есть, там, где есть большое давление, там какой-нибудь Манхэттен, там, где вот давят очень сильно, там везде ходят бешеные, но сумасшедшие люди. То есть, у них мозги там плавятся. Потому что, вот это напряжение Земли, оно сильнее, чем силы воли человека. Ну, это так я просто рассказал. Просто, чтобы было понятно, почему там все это происходит. Поэтому, на больших мостах, обычно перед входом, этот мост наставят какую-нибудь будку, там, психологическая помощь. Сразу. И там уже врач сидит. А смотрит на тех, кто идет мимо, на всякий случай. Много таких мостов есть на Земле. Такое сильное напряжение. Обычно мосты, где они такие, ну, подвешенные, где на одной точке вся сила моста держится. Вот туда прям вообще тянется. В этом идея, что, в общем-то, мы должны каждый раз возвращать свой разум назад. И в этом значении мантры медитации. Мы должны его не просто возвращать, а возвращать к духовному. Возвращать к размышлению о Боге. Это наше. То есть, нам нужна не просто сила воли, то есть, тупая сила. Нам нужна сила воли на основе духовности. То есть, мы возвращаем к духовному свое сознание. К духовному. К духовному. К духовному. Поэтому, ну, когда нам приходит дурное желание, духовное. А дурное желание, это материальное желание. Я его тоже могу вернуть к духовному. То есть, я тоже могу от него отказаться ради духовного. То есть, простая идея. Поэтому, какое-то время надо потратить. То есть, какое-то время надо помолиться. Какое-то время. То есть, я лично два часа в день молюсь. Минимум. А стараюсь четыре. Я много работаю. То есть, я только к лекции, там, готовлюсь иногда по восемь часов. То есть, у меня тяжелая работа. Вообще, потом лекции читаю. Часа четыре. Я все равно нахожу время. В общем-то, это идея, что, если мой разум слабый, все. То есть, в общем-то, даже нет речи, чтобы что-то передавать, о чем-то говорить. Потому что тут же тебя переубедят, переспорят. В общем-то, нет вариантов. Необходимо все это учитывать. Особенно, если вы знания несете. Тут сила воли должна быть однозначна. Потому что, во-первых, вы должны давать пример того, что говорить. То есть, вы должны следовать этому без перерыва. Без перерыва. То есть, десятилетиями. А во-вторых, нужно уметь быть, так сказать, действительно стойким. Чтобы передать знания, которые, в общем-то, ни логикой, ни чувствами не доказываются, в принципе. То есть, поэтому вряд ли от небольших усилий что-то изменится. То есть, если я, например, каждое утро буду утром вставать и гантельки один раз поднимать, никакого результата не будет. То есть, нужно все-таки какое-то время в спортзале проводить, чтобы действительно какое-то здоровье появлялось. Если я немножко что-то делаю, то есть, тоже, как бы, особенно не нужно настраиваться, что чудо произойдет. То есть, опять-таки, материализм. Что дайте мне такую мантру, чтобы я ее один раз произнес и все. И изменилось. Нет. Мантру-то мы тебе дадим, но ты готов ее всю жизнь по несколько часов повторить? Готов? Если готов, тогда будет результат. Если ты ожидаешь чуда, ты опять материалист. Если думаешь, что мантра тебе сделает чудо, ты материалист. Если думаешь, что духовный учитель сделает чудо, но за тебя. Что он даст тебе там посвящение, богословение, тронет тебя пальцем, и все твои проблемы уйдут, и ты станешь святой. Ты просто материалист. И найдется столько обманщиков, которые скажут и дадут, и мантру дадут, и пальцем коснутся, и что хотите сделать вообще? Этот мир наполнен обманщиками. Нет. В серьезной традиции сразу говорят, духовность это работа. Духовность это работа, это серьезные усилия. Это на всю жизнь. Это никакая не игрушка. Чудо не будет. Чудо не будет. Но в следующей жизни материальной тоже не будет. Будет переход в духовный мир. Это вот единственная наша надежда. Единственная надежда. Единственная надежда. А в этой жизни работа. То есть это не дешевка. Духовность это не дешевка. Поэтому сейчас все дешево. То есть если вам дают бриллиантовое кольцо, и говорят пять долларов. Два карата. Сколько стоит два карата? Знаете? Да. Точно не передавали. Да. Двадцать, двадцать. Да. То есть как вот караты. Интересно. А кажется, что два карата должны стоить в два раза дороже, чем один карат? Нет. В зависимости от частоты. В сто раз может дороже, чем, ну скажем, одинаковой частоты. Нет. Не в два раза дороже будет. В сто раз будет дороже. Также и духовная жизнь это непостижимая ценность. То есть это выход из мира материального, где все смертно, где все болеют и умирают, в мир вечности, знаний и Божество. Поэтому требуется кристальная чистота сердца. Это есть духовный мир. Духовный мир это бескорыстие. Это кристальное бескорыстие. Это чистая любовь, бескорыстная, безусловная любовь. А поэтому невозможно никого обмануть и сказать, что вот можно я вот за пять долларов себе куплю. Так знаете, делали раньше, напечатки продавали из латуни. И русские шахтеры на рынке покупали, как будто у них печатка и с ней ходили. Тут тоже видео где-то такие продают. То есть, на что это дает? От того, что ты себе напечатку латунную купил, ты не стал миллионером. Кого ты обманываешь? Сам себя или кого ты хочешь обманывать? Или у нас там роликсы продаются за 100 долларов. Китайские тоже продаются. Есть целые фирмы, которые подделывают вам все. Лимузин сделают, что хотите вообще, все подделывают. Вы можете выглядеть как там, не знаю кто. На все это подделка. Так же я могу жизнь жить, в общем-то, подделывая себя под духовного человека. Подделываясь под духовность. То есть, там немножко помолился, тут перекрестился, там на Пасху сходил, тут трактатик себе положил на хорошее место, пусть стоит. То есть, принял даже духовного учителя, пусть будет. Пусть его на фотографии мне улыбаются. Там отметился, здесь, как бы галочки поставил, но результат ноль. Я играл во все это, это все было не серьезно. Механическое, помните я говорю? Механическое исследование, но результат. До тех пор, пока я серьезно не начну делать шаги вперед, ничего не произойдет. Ничего, не будет ничего. Поэтому, в общем-то, это и есть развитие разума, вот это вот желание прилагать усилия, в общем-то, в самосовершенствовании. Но для того, чтобы, то есть, как мы выясняли, мантра принесла настоящее благо, ее необходимо наполнить пониманием. То есть, мантру необходимо дополнить изучением духовного трактата. То есть, в случае с Маха мантры, это Богородбит. Если это Иисусова молитва, то это, соответственно, Библия. То есть, нужен соотвестующий трактат, который эту мантру расшифровывает. Одна молитва мало. То есть, нужен соотвестующий трактат. Любой духовный трактат можно сейчас служить, но, как мы выясняли, то есть, в нем есть, в общем-то, вот эта глубина. Поэтому я не буду об этом повторяться. Сам принцип. И, конечно же, этого тоже будет недостаточно, если не принять наставника. Если не принять того, кто мне это все объяснит. То есть, кто-то должен, как мы выясняли, надо мной работать. Кто-то должен. Кто-то должен со стороны взять и поработать надо мной. То есть, тот-то должен дать мне понимание духовной науке, в которой у меня нет опыта. У нас может быть во всем опыт, но в духовности у нас опыта нет. Это запредельный опыт. Это то, что мы не испытывали. Это то, в чем у нас опыта нет. Этот опыт нам может передать только тот, у кого он есть. Сами мы этого опыта не имеем. На основе всего нашего предыдущего опыта мы не видим, мы не выведем то, что должно быть в духовной жизни. Это должен нам рассказать тот, кто это реально испытал. Даже если он на один шаг дальше прошел. Знаете, хороший пример. Два человека стоят на углу, но один стоит на шаг чуть-чуть дальше. И он видит, что за углом. Между ними расстояние 5 сантиметров. Но этот еще видит стену, а тот уже видит, что за углом. Один шаг расстояния, но тот уже гуру для этого. Он уже видит что-то. Понимаете? Легко понять. Также и тут мы не должны думать, что чтобы нас кто-то просветило, это должна быть личность там откуда-то. Там бог знает откуда должна прилететь. Чем дальше она прилетит, так сказать, тем лучше. Нет, не так. То есть мы должны все время оценить те духовные искания, которые есть у наших ближних, у тех, кто тоже растет. То есть мы должны иметь тот круг всегда, где мы могли делиться этими духовными, в общем-то, реализациями. Потому что каждый видит что-то за углом. А мы еще за этим углом не видим. Это чрезвычайно важно. Потому что этот опыт как-то не выведешь из своей логики, из своего предыдущей жизни. Из тех дел, которые я делал, в общем-то, нет. То есть это та сфера, которую невозможно осознать на основе нашего материального прошлого. Поэтому должен быть наставник, кто помогает. Духовные откровения необходимо получить от того, кто сам получил духовные откровения от своего духовного учителя. Цепь называется парампара. То есть откровение передается от учителя к ученику, от учителя к ученику, от учителя к ученику. Это единственная возможность получить и потом другим передать. То есть это придумать невозможно. Это непридумываемая вещь. Непридумываемая вещь. Как сейчас. То есть придумывают. Человек садится, так сказать, и начинают писать священный трактат. Потом его еще публикуют и находятся последователи. И все так все идет. То есть много такого всего у нас сумасшедшего. То есть трудно получить опыт. Даже материальный опыт трудно получить, если у меня не было ничего такого соответствующего. То есть, например, если я никогда не пил кокосовое молочко, то как я догадаюсь какого вкуса должно быть это якобы молочко. Никакое оно не молочко вообще, к молоку никакого отношения не имеет. Вообще кислющее. Только в жиру можно понять, насколько оно приятно. А если не жарко, то ничего в нем нет. Кислятельный, кислятельный. Нужно, чтобы кто-то опыта передал. А так я думаю, молоко, а где же молоко-то? Нет никакого молока. И мантра, и трактат, и наставник равны между собой. Это важное духовное правило. Так как все несут одно и то же полноценное духовное знание. То есть знание содержится в мантре. То же самое знание содержится в трактате. Например, в Бхагавадгите. И аналогичное же знание нам объясняет духовный наставник. То есть все три они дают нам одно и то же. Одним словом, развитие разума возможно только через получение духовного знания через эти три источника одновременно. То есть они дополняют друг друга, не дают возможности ошибиться. То есть они проверяют друг друга. Потому что если я повторяю просто мантру, но у меня нет наставника и трактата, я там такое могу подразумевать за всем этим. То есть говорю Ленин, подразумеваю партию. Там такое подразумевают люди, не дай Бог. Ну когда я начинаю, он с кем-то разговор, он мне говорит что-то там, моя душа. То есть я его спрашиваю. Подожди, давай с чего-то простого начнем. Что значит моя и что значит душа? И он такое начинает мне рассказывать, что у меня волосы блин остаются. Кто я? Кто такая душа? И все. И уже вот на этом можно остановиться и провести так лекции 50 по этой теме. Что значит выражение моя душа? Вот можно спокойно так сказать целый год на эту тему говорить. Еще и не все разберутся. Но мы так легко бросаемся всем этим. Думаем, что все понимаем. А тут целая молитва, целый диалог с Богом. Это же не просто так. Это же не монолог, это же диалог. Бог же отличает. В конце концов. И разум человека имеет многогранную структуру. С одной стороны разум проявлен способности запоминать. Это функция разума. То есть что-то я могу запомнить. Запомнить называется смрите шакти. То есть чтобы о чем-то размышлять, необходимо это помнить. Если у меня сразу все вылетает, как же я разум буду применять? Поэтому есть смрите шакти. Способность запоминать. С другой стороны разум проявляется в способности анализировать. Вот это вот. Вопросы задавать, думать, анализировать. Как это? Что с разных сторон крутить? Это называется вичар шакти. Вичар шакти. Способность анализировать все это. Но основное проявление разума, как мы выясняли, выражено в умении различать. В умении отличать хорошее от плохого, черное от белое, чистое от грязного, материальное от духовного. Это основная способность. Умение различать. Эта способность называется вивека шакти. Вивека шакти. И именно по последнему аспекту определяется разумный человек или нет. То есть видит ли он отличие? Может ли он отличать? Именно по этому аспекту определяется. Поэтому вот все эти три энергии в разуме присутствуют. А различать очень сложно. То есть различающие, те же компьютерные программы различающие, до сих пор с ними большая проблема. То есть до сих пор нет нормальной программы, чтобы с одного языка на другой перевести. Такой бред получается. То есть какую-то простую фразу можно перевести. Но уже войну и мир, если вы будете переводить или еще что-то, такая бредятина пойдет вообще. А еще не дай бог туда-обратно перевести. То есть это уже будут анекдоты из области перевода. До сих пор нужен человек. Кажется, там на Марс уже слетали. Гены там отправляем отбойным молотком. А перевод не можем сделать. Почему? Надо различать. Что он хотел сказать? Что он имел в виду? Если связи сложные, если он в этом абзаце начал свою тему вести, через 20 страниц продолжил, а в конце книги сделал вывод, никогда никакая программа это все не сможет проанализировать. Не получается. Художественный перевод уже все. Не идет. Не распознается. Очень сложно все. То есть до сих пор нет простой программы, но которая бы речь переводила в текст. Настолько они ужасные, эти программы, которые есть, что легче от руки писать печатными буквами. То есть будет намного быстрее. До сих пор в космос летаем, так заявляем, что мы таки не можем речь перевести в текст. Нет. А тут было бы радость. Представляете? То есть принесли маленькую коробочку на мою лекцию, открыли, а там уже текст вам идет. То есть как я что говорю, с точками, с запятыми. Почему не может? Потому что каждое слово я немножко по-своему говорю. Понимаете? Уже по-своему. Я уже говорю не слово, а словечко. Понимаете? И все, его тут же клинит. А если я начну что-то мудрить еще, там не дай бог по-русски что-то начну мудрить, русский язык, настолько его можно перемудрить, да? Перезамудрить. Вот пусть оно с этим словом разберется, перезамудрить. Любой компьютер сгорит. Или на перепере за замудрить. Как угодно можно сказать, да? Мы это все поймем, сразу же догадаемся, что это значит. Он не сможет понять. Если у него нет этого слова, он никогда не поймет. А если я фразу какую-то умную скажу, все, ничего невозможно сделать. Ничего невозможно сделать. Ничего. Поэтому распознавание это функция разума. Поэтому ученые делают ставку на распознающие программы. Делали. Причем давно, 10 лет назад делали. Потому что бывают эти идеи. Если сделаем систему распознавания, значит мы сделаем искусственный разум. Фигушки. Не сделали систему распознавания. Нет никакого искусственного разума. Не сделали. Не получается распознавать нормальный ничего. Не распознается. Потому что это функция божественная. Разум. Умение различать. И это самое простое. А я уже не говорю там отличать хорошее от плохого. Это уж тем более проблема. И вот эти все три аспекта должны быть активизированы. Все эти три аспекта должны быть. Они должны проснуться. И должна быть некоторая последовательность. То есть сначала что должно быть? Сначала нужно получить информацию. Это очень важный момент. Получить информацию. Причем, почему именно получить? Потому что есть другой способ информации ее собирать. Между получить и собирать две большие разницы. То есть если я сажусь дома за компьютер. Обращаюсь к Google Гуру. И там набирают слово духовный путь. Все. Это можно сразу пойти и пить водку. Потому что там так мне этот Google Гуру ответит. Что все. Причем самые не сумасшедшие ответы будут на первом месте. Потому что люди любят сумасшедшее. И там будет самое сумасшедшее. Будет на самом первом месте. Все что хотите. То есть. Нет. Знание бесполезно собирать. Его нужно получить. То есть надо слушать. Причем в живую. Причем от живого источника. Того, кто этому следует. Получить. Вот это называется получить. И вот это тогда. Если я знания получаю, а не собираю. Вот тогда у меня включается функция памяти. Тогда я начинаю это запоминать. Тогда это действительно функция нам поможет. Если я буду запоминать себе куриенту. Моя функция памяти будет отключаться. То есть у меня рано или поздно начнутся маразматические проявления. Память у меня будет отключаться. Мне сразу нужен, чтобы запоминать именно полученные знания, а не собранные знания. Поэтому я должен его получить. Тогда она может у меня в общем-то запомниться. И вот когда она запомнилась, значит она попала внутрь. Из позавчерашней лекции можете что-нибудь мне напомнить? Какую-нибудь мою фразу? Мне напомнят про морковку. Вот видите. Вот это то, что попало внутрь. Морковка внутрь попала. Она целая, а она морковка. Вот это попало. Вот это попало. Вот это функция разума. То есть если попало, то это разум может обдумывать, обсуждать. Тогда может следующая функция включиться. Анализирование. Следующая функция включится. Анализирование. Я уже могу думать на эту тему. А причем, но заметьте, если я это запомнил, то я должен это анализировать, а не рассказывать другим. Наша проблема в том, что если я что-то запомнил, то я думаю, что я это понял. Запомнил это еще не понял. Если я это рассказываю, то все видят, что я это не понимаю. Это просто запомнил. Это механическая ступень. И все будут со мной спорить насмерть. Все будут спорить насмерть. Потому что будут видеть, что я это не понимаю. Я это просто запомнил. Поэтому я это должен анализировать. Анализировать со всех сторон. То есть пробовать, думать, задавать вопросы, осмысливать. То есть что значит должен делать? Я это значит должен стараться применять в своей жизни. Потому что как можно анализировать знание? Пробовать его применять. Поэтому Кришна говорит Арджуне, будет результат, если ты будешь слушать применительно к ситуации, к своей жизни. Ты должен не просто слушать, а слушать применительно к своей жизни. Как это можно реально в моей жизни применить? Это уже будет осмысление. То есть осмысление, как я это могу в жизни применять? А не как я здорово всем расскажу, и я не буду думать, что я умный. Нет. Как я это в жизни смогу применить? Вот это уже вечер. И если я не буду это применять, то знание умрет внутри меня. Оно умрет внутри меня, будет плохо пахнуть, я стану гордым, зазнавшимся. То есть знание должно стать огнем моей медитации. Я должен начать об этом думать, я должен начать его применять. А не залонным трупом, который просто умер у меня. Просто умер. То есть просто, если эта информация не применяется на практике, то только от нее ноль. Оно просто умирает. То есть все должно, вот это применение знания должно дойти до того, чтобы оно превратилось в мою хорошую привычку. Знание должно стать моей привычкой. То есть я должен не просто это применять, я должен это в свою привычку превратить. И когда услышанное превратилось в привычку, вот теперь я могу об этом рассказать. И тогда все будут внимательно слушать. Потому что это уже реализованное знание. Это уже осознанное знание. Это то, что я не просто услышал, понял и один раз попробовал. А то, что я услышал, осмыслил на основе того, что я это неправильно применял. И когда у меня это получилось окончательно применять, все это превратилось в мою привычку. Я этим живу, и поэтому это стоит перенять. Вот тут слова становятся тяжелыми, знание становится нужным. Все начинают к этому прислушиваться. Может оно и непонятно звучит, но все чувствуют, что это важно. Потому что не стоит на задаче даже сначала понять. Потому что это вторая стадия. А сначала стоит задача записать и запомнить. А уже потом анализировать, потом начать применять, потом сделать это своей привычкой, а потом рассказать другим. Понимаете, последовательно? Можно. Знаете, понимаем, применяем, и довольно-таки долго, а когда делюсь и слушаем. А когда почему такое происходит? Еще не привычка. Сколько лет? Мало, 20 лет. Вот это ничто. То есть вы приходите в институт, и через год начинаете ректора учить. Говорите, я уже год учусь в институте, поэтому дорогой ему ректор. Все, что вы делаете в институте, у вас неправильно обустроена система обучения. Не торопитесь. Будьте смиренны. Пусть она идет из года в год, пусть она продолжается. Говорите очень смиренно, пока привычка не стала частью вашей жизни. То есть вы начали духовную жизнь, и вот год практики духовной жизни, это как будто вам годик всего от рождения. То есть на одиннадцатом году только переходный возраст начнется в духовной жизни. То есть первые пять лет мы будем веселиться в этой духовной жизни. И все будет весело, радостно. Один сплошной детский сад. После пяти мы начнем работать над собой. Садик, школа начнется. Но в одиннадцатый переходный возраст, будем глупости делать. Вот там с 17-18 у нас начнет любовь просыпаться, но еще не к Богу. А к чему-то другому. То есть нам нужно будет развить чистую любовь. Только вот где-то после двадцати у нас начнут рожаться дети. То есть мы станем плодовитыми, то есть мы мудрицами станем уже более-менее. То есть у нас уже дети появятся. Понимаете? Да, конечно. Поэтому, то есть на первых годах очень смиренно передавайте знания. То есть сразу вкладывайте, что у меня опыта нет. То есть я вот только практикую, только пробую. Но годик у меня уже есть, я вот могу поделиться, как вот первый годик у меня вот все идет. Но не пытайтесь как бы встать на позицию сразу такого наставника. Потому что люди сразу же заклюют. Заклюют, потому что есть такое, знаете, понятие уже старчести. Или уже мудрость. То есть когда мы оторопимся как бы получать. Нет, просто передавайте слово. Ведь я вот годик практикую со всем, то есть вот у меня есть интересные результаты. Вот то-то вот избавился, от того вот интересно. Вот там то бросил, все бросил, пятое, десятое. То есть чем смиреннее вы будете передавать знания, тем меньше люди будут с вами ругаться. Понимаете? Потому что тут, так сказать, не все так просто. Не все так просто, а тут требуются годы. Годы, то есть... Поэтому говорится, что старость самое лучшее время в жизни. Потому что в старости уже понятно, что мы это всю жизнь практикуем. Пока мы еще молоды, еще, так сказать, нам не очень доверяют. Ну и что там практикуешь, ну и сколько там, ну и что. А когда старость, уже понятно, что человек жизнь прожил, уже, так сказать, уже есть у него какой-то... А поэтому люди мудрые радуются старости. Потому что у них больше эффективность старости. А к ним легче прислушиваться. А люди глупые, они боятся старости. Потому что старость проявляет глупость. Потому что мы можем быть поверхностными, так сказать, а смешными дураками в молодости. То есть дурак в молодости, это нормально. А, дурачимся, чего угодно делаем, мы с моста в речку прыгаем вниз головой, там, то есть, пожалуйста, там, то есть, через заборы лазим. Это нормально, но в молодости, да, то есть, там, это смотрится как нормально. Ну, веселяться, то есть, дети бегают, то есть, ну, да, это нормально. Но когда человек после 50 уже ведет себя подобным образом, это уже подозрительно. То есть, это уже проявляет его глупость. Поэтому, так как, в общем-то, если человек мудрый, то все поймут, ну, вот, время мудрости пришло, все нормально у него. Но если мудрости нет, то все будут думать, какой-то странный такой, старикашка немножко, очень подозрительно. То есть, это как-то так, ну, подозрительно немножко. Все. И люди поэтому что начинают делать? Они не разум развивают, они со старостью начинают бороться. То есть, там, уй. Омолодились маленько. То есть, и можно дальше глупости совершить. Нет, не поможет. То есть, это уже будет все равно не та молодость. Будут некоторые проблемы, поэтому нужно мудреть. Мудреть, то есть, мудреть, это я никогда не считаю, что это еще моя привычка. Никогда не считаю, то есть, я все время работаю над этим. То есть, я не считаю привычки. Не считаю это еще привычкой. То есть, можно сказать, что это стало моей привычкой фактически тогда, но когда я умираю. Вот я выработал себе хорошую привычку. Если я начал это практиковать, это еще не хорошая привычка. Это пока еще мой эксперимент. Вы как-то упоминали в одной лекции, что надо все-таки что-то проговорить, чтобы самому понять. Как-то все равно как-то надо это... Да, можно все проговаривать, как я говорил, нужно обсуждать, но с равными, то есть, на уровне равных. Не торопитесь, как бы, учить. Обсуждайте вот в этом состоянии смирения, то есть, с равными. То есть, как у тебя, как у меня. То есть, будьте, как бы, так, в общем-то, более смиренны. Смирение вообще это некоторый правильный путь. То есть, когда я не преувеличиваю свои достижения. Когда я их не преувеличиваю. Я очень удивляюсь, когда меня за них валят. И я очень благодарен, если мне их разбивают, мои иллюзии. Потому что, как только я преувеличиваю свои достижения, это значит, что я расслаблюсь и перестану быть серьезным. И опять сорвусь, и опять совершу какую-то глупость. Поэтому, говорится, нужно бояться. Нужно бояться гордения, нужно бояться считать себя учителем, нужно бояться, так сказать, считать себя мудрым. Нужно все время быть учеником. То есть, во время быть учеником. И что тренирует наш разум? Что тренирует наш разум? Наш разум, в общем-то, тренирует умение следовать правилам и предписаниям. Это есть те, в общем-то, ограничения, которые дают мне возможность постоянно тренировать мой разум. Постоянно тренировать. То есть, я должен постоянно держать себя в рамках. Умение держать себя в рамках. Следовать правилам и предписаниям. То есть, это, в общем-то, развивает эту основную способность разума различать. То есть, если ребенку не говорили, да, что хорошо, что плохо, если вы не дали этих координат некоторых, то он вырастает, в общем-то, негодяем. То есть, у него разума нет, он не различается. Поэтому делается что угодно. То есть, отсутствие разума, что такое отсутствие разума? Это когда я вижу просто, что мне нравится, что мне не нравится. Это значит, что у меня разума нет. Ну, когда я различаю только как мне кажется, что я различаю, а на самом деле я вижу просто, что мне нравится, что не нравится. Это не способность различать. Это неспособность различать. Нет. Разум это когда я вижу, что правильно, что неправильно, что духовно, что материально, что развивает, а что приводит к деградации. Если вижу, что мне нравится, а что нет, это неспособность различать. Абсолютно это неспособность различать. Гурман это не тот, гурман это не разумный человек. Нет. Разумный человек тот, кто знает какая пища полезная, а какая нет. Гурману просто одно нравится, другое нет. Он просто оттенки, оттенки вкусов разбирает, но не знает, что полезно, а что нет. Знаете, разница? В этом идея. Веда говорится, что одни действия нельзя сделать, а нельзя делать никогда. Это один тип действий, они полностью запрещены. Другие действия можно делать при соответствующих условиях. Это действия, которые, в общем-то, с плавающей такой хорошестью. Например, убийство. Это плавающая хорошесть. Посмотрите, на войне убийство позитивно, а в миру убийство это преступление. То есть плавающая такая хорошесть. Но некоторые вещи нельзя никогда делать. Например, Бога оскорблять, если этого никогда нельзя делать. Вещи такие, в общем-то. Или, например, нельзя убивать женщину, старика, учителя. Это тоже, например, даже на войне нельзя убивать эти три категории. Нельзя. Что делать? То есть это создает иногда такие проблемы в сознании. То есть нужно знать какие-то ограничения, чтобы разум развивался. Необходимо понимать, а что вообще? То есть где эти ограничения? Где эти рамки? Где эти границы? Нужно их разбирать, думать на эту тему. А третье надо делать всегда. Поэтому говорится, что есть, например, два правила духовной жизни, мы говорили. То есть всегда помнить о Боге. Это разрешающее правило. И никогда его не забывать. Это запрещающее правило. Из двух областей. Из разрешающего и из запрещающего. Два правила. Но они на одну и ту же тему. Видите, какие интересные. А поэтому сначала надо, соответственно, слушать правила. Потом надо их запоминать. К сожалению, мы действуем механически сначала. То есть пытаемся просто что-то делать механически. Думаем, что надо просто рано вставать и все. Но потом почему-то не получается. Потому что мы забыли, что надо еще и рано ложиться. И что сон никогда не будет спокойный, если я телевизор посмотрел на ночь. Я просто никогда не высплюсь. Если мне там ужас показали, как конкретно, что произошло, то это уже будет не сон все равно. То есть я буду все время переживать по этому поводу. Но затем я должен что-то сделать? Осмыслить все это. Осмыслить. Начать принимать. То есть уже осмысленное исследование. Затем я должен стать моей природой. То есть привычка это моя природа. То есть моя природа это мои привычки. И тогда я становлюсь, в общем-то, тем, кто этот стандарт демонстрирует. Тем, кто демонстрирует, в общем-то, эти правила. Тем, кто демонстрирует знания. Называется Ачара. Ачара или Ачарья. Тот, кто, в общем-то, своим примером показывает. Так, например, в хатха-йоге поза сначала делается с трудом, то есть есть трудность. Тело не хочет какую-то позу поднимать, тяжелая поза, надо себя преодолеть, надо себя немножко переломить, надо себя заставить. Это механическое исследование. То есть я себя не заставляю, тело не хочет, даже просто спину ровно держать, тело не хочет. Ему лень все это делать, не хочет. То есть ощущается дискомфорт, пользы ноль. Вот на этом уровне хатха-йога не помогает. Не помогает. Это просто я себя заставляю это делать. Нет, он говорит, пользы никакой. То есть наше сознание, наш разум должен проникнуть в эту позу, то есть я должен понять, что, на чем сосредотачиваться. То есть что я должен в этой позе понять? Какая конкретно мышца напряжена, какая расслаблена? Все. Это делает инструктор йоги. То есть он смотрит на меня и каждую мышцу мне трогает. Это у тебя напряжена, должна быть расслаблена. А эта расслаблена должна быть напряжена. Думай вот сюда. Думай об этом. Смотри туда. То есть он меня, он мой разум вводит в эту позу. Так? Так делают у вас? Мы должны делать так. То есть это вот, это в принципе есть преподаватель йоги. Ну который точно знает, какие мышцы должны быть напряжены, ну какие расслаблены, где должно быть сознание. В какой чакре? Это как ха-йоги. Если мое сознание входит, то есть как я должен себя чувствовать, то приходит, вот в этом случае, если я точно знаю, если я себя контролирую, мое сознание входит, вот тут начинает благо приходить, первичное. Вот только на этом уровне поза начинает благо приносить. Только на этом уровне. Только на этом. Даже если это шавасана. А шавасану принимали? Расслабляются кончики ваших волос, теперь расслабляется середина ваших волос, теперь расслабляются корни ваших волос, теперь верхняя часть головы расслабляется, теперь лоб расслабляется, теперь веки расслабляются, уши, щеки и пошло-пошло-пошло-пошло. Так вам делают? Так делают. Это правильно. Чтобы даже шавасану принять, это поза мертвеца. Самое сложное? Нет, не самое сложное. Это так говорят. Потому что, если вы поймете, что такое Шавасан, что нужно каждую мышцу ощутить, вот тогда вы поймете, что такое хатха-йога. Именно поэтому говорится. Потому что с нее все начинается. Но потом, в остальных позах об этом забывается. А потом, а давайте сразу на голову встанем, а давайте, все бах, встали на голову. Вертикальные позы самые опасные. Потому что все наоборот. Потому что все наоборот. Потому что мы прямоходящий вверх головы. Поэтому, чтобы принимать на вертикальную позу, нужно быть мастером йоги. Естественно, мастером. Потому что все наоборот. Потому что, ну вот, да. А надо точно знать, какая мышца, какой должна быть. А иначе будет обратный результат. Потому что на вертикальные позы, это монашеские позы. Это монашеские позы. То есть это уровень контроля на сексуальной энергии. Если мы что-то другого хотим от этих поз, будут большие проблемы. То есть все это нужно знать. Какая мышца, где что, где сознание, для чего. И когда она уходит, тогда будет польза. И затем, я должен в этой позе расслабиться. Четко понимая, где что, я должен в ней расслабиться. Расслабиться полностью в ней. И вот тогда, когда она станет для меня удобной. Удобной. Естественно, когда эта поза станет моей природой. В этот момент йог понимает, что он не тело, а душа. То есть он получает духовное благо от позы. Вот в общем ее значение. В этот момент душа отделяется от тела. Не то, что человек умирает. Нет, он начинает видеть разницу между душой и телом. Вот смысл йоги. Это смысл аштанга йоги, которая в себя включает хатха йога. Понимаете? Вот в чем смысл. Все остальное это вредные побочные эффекты. Нужно вот эти три этапа пройти. Три этапа в хатха йоге. И вот найдите себе такого специалиста. Или хотя бы, чтобы разные специалисты вам разные этапы объясняли. Потому что сейчас знаете, сейчас легче найти специалистов, которые каждый свой этап знают, чем одного, который знают все. Потому что они редкость всегда. Они редкость. Такие люди всегда очень трудно находить. Но вы должны знать, чего вы должны достичь. То есть вы должны сами знать, чего вы ожидаете. Как его последовательно. То есть я могу видеть свою душу и Бога сердце. Вот результат йоги. Если я так действую. Тогда будет результат. То есть йога начинается с эгоизма. То есть в общем-то. А с некоторым. Я хочу что-то для себя. Или я хочу найти себя. Или еще что-то. То есть все равно я что-то хочу. Мы приходим, чтобы что-то получить. Даже йога начинается с эгоизма. То есть я хочу чего-то от этого получить. Но в результате очищения сознания. Я нахожу в себе Бога. И мне уже больше ничего не хочется. Потому что я нахожу ценности. Ценности. То есть я пошел собирать опилки. А там нашел бриллиант. Понимаете? Нашел бриллиант. В этом секрет йоги. То есть в общем-то йога немножко обманывает человека. То есть йога говорит, что ты будешь здоровым. У тебя будут там почки здоровые. У тебя будет там... А спина она выровняется. Все это выровняется. Да, конечно. Но на втором этапе. Не на первом. Но так как человеку это понравится на втором этапе. Он будет практиковать дальше. И когда он увидит Бога, он поймет. Я в тело вообще никакого отношения не имею. Вроде бы человек через тело пришел. А в результате понял, что он не тело вообще. Что он душит. В этом секрет йоги. А йога называется хитрая улыбка Бога. То есть он улыбается, но немножко хитрый. Так как у нас есть материальные желания, корыстные. Он нам говорит, давай, давай. Начни, вот хороший метод, давай делай. И мы это делаем, действительно получаем результат, но на втором этапе. А на третьем мы получаем встречу с Богом дальше. И это очень хорошая улыбка. Очень хорошая хитрость. Это позитивная хитрость. Так лекарства, знаете, их в сладкую оболочку запечатывают. Детские лекарства, а не в сладкой оболочки. Вроде бы конфетка. А это лекарства. Поэтому ум мой главный враг. То есть ум немножко эгоистичен. Он обманывает меня. Он уносит мое сознание далеко от того, на чем он должен быть насырточен. Поэтому йога так трудна. Поэтому если я мантру не практикую, хатха йога тоже не получится. Потому что я в этой фозе должен удерживать сознание на определенном месте. Если я мантру йогу не практикую, мое сознание будет черти где. Оно будет на работе, дома, на обеде. Я буду хотеть покурить выйти или еще что-то. У меня, знаете, бывают люди, на мои лекции приходят, они каждые 10 минут выходят покурить. Я говорю, чего ходите курить все время? Просто такая лекция сложная, мне надо перекурить все время. Я говорю, ну ладно, идите уж курите. То есть вот, у него сознание там. То есть вроде бы мы рассказываем о одном, а он уже думает, уже пора. Как знаете, на современные перелеты, я посмотрю, как мучаются эти люди, что им нужно там на 15 часов лететь и не курить. Они просто сходят с ума. Реально сходят с ума. Они делают все там. Они пытаются спать, еще что-то. И все равно идут курить. То есть они готовы платить там 500 долларов или сколько, я где-то видел, там 2300 долларов штраф был написан. То есть они все равно идут и курят, хотя бы две затяжки сделать. Потому что они могут 15 часов без курения, они платят тут же, идут даже заранее платят. Но когда они выходят, они все стоят у трапа. Чтобы хоть как-то немножко прийти. Конечно такие мучения. То есть я раб своих, я раб своего тела. Я раб своего тела. Нет, кто? А кто кому должен подчиняться? Душа должна быть главной, а не тело должно быть главной. Мой ум, он почему-то главный. Поэтому в Богородлите говорится, что ум можно успокоить только одним способом. Думать о себе. Думать о себе как о слуге Бога. Вот тут появляется теология. То есть мой ум будет метаться по всему этому миру по разным желаниям. До тех пор, пока в ум не придет на понимание меня как души и в общем-то Бога, но как объекта моего служения. Поэтому духовные трактаты к этому подводят, что ум по-настоящему успокаивается только тогда, когда я думаю о себе как о слуге Бога. То есть что у него есть желание по отношению к этому миру. У него есть план, как в общем-то я могу это желание осуществлять. Что это желание одно, чтобы все были счастливы. И он уже знает, ну как я могу делать других счастливыми. Я хочу это желание исполнить. То есть я хочу это делать. Вот тогда мой ум успокаивается. То есть в любом случае воля Бога есть, но либо я ее принимаю, либо нет. То есть мне все равно придется ее выполнять. Хочу это. В общем-то, так сказать, дождь идет и идет. То есть либо я принимаю это, а как волю Бога, что дождь идет. Либо я все равно должен идти и идти под дождем, но я буду идти в негативном настроении. Погода такая, похоже. То есть в одном случае я дико устану от того, что меня все это достало и буду бороться с этой волей Бога. То есть путь против течения. А в другом случае я буду счастливым. То есть вот это, в общем-то, депрессия, вот есть такое слово, да, современное. В действительности депрессия это противостояние воле Бога. Да и иду против воли. То есть не хочу смириться с той ситуацией, которая возникла у меня. Я не хочу смириться. Я бьюсь насмерть. Я разбиваю себе кулаки, лоб, все просто. А понятно, что нужно быть разумным и практичным, но не тупым. То есть невозможно по горной речке плыть против течения. То есть если это не горная речка, если она равнинная, пожалуйста, плыви. Какая проблема? Но если ты на поток вышел, на горную реку, бесполезно, ничего не поможет. Какой бы ты не был хороший плывец. Все, вот тут нужно, так сказать, просто расслабиться и на спинке прыгнуть там, где течение поменьше. То есть не все вещи, в общем-то, мы можем изменить. Не все. Есть то, что нужно принимать. Там, где практично, там можно все изменить. А там, где непрактично, там, где уже жесткие законы, там нужно принимать. Иначе просто несчастье. Поэтому в Тарката говорится, хороший слуга никогда не ворчит. Он всегда рад плану своего хозяина. Это хороший слуга. Поэтому развивающийся человек, он всегда рад ситуации. Но вот тут какая интересная ситуация. Сложная, действительно серьезная ситуация. Так проблематично выглядит, так будет интересно ее разрешить. Такой интересный план. Такой необычный интересный план. Это понимание называется истинное эго. Что у Бога есть на меня план, и мне его интересно будет осуществлять. Буду прилагать усилия. Понимаете? То есть, я служу тому, что мне Бог послал. Понимаете? То есть, я не работаю, а я служу работе, на которую послал мне Бог. Понимаете? То есть, я не вышел замуж, а я служу мужу, на которого мне послал Бог. Или жене, которая мне послал Бог. Я не рожаю детей, а я служу детям, у которых мне послал Бог. Понимаете? То есть, я не принимаю гостя, а я служу гостю, которого мне послал Бог. То есть вот такое понимание меня очищает. То есть вроде бы то же самое, но я это понимаю как план Бога. Что раз Господь не дает, то есть Господь дал мне деньги, но Он дал мне их, чтобы я служил, чтобы я выполнял какой-то духовный план. И я думаю, как его лучше всего выполнить. То есть я все время на первое место некоторую волю Бога вспоминаю, что она есть. Что это не просто мой план, а я в конце концов пытаюсь исполнить план Бога. Если я прилагаю усилия, то я и план пойму, и Бога пойму, и сам стану частью этого плана, значит, счастливым, и моя жизнь будет совершенной. Если я буду думать, что это мой план, то значит я думаю о себе как о Боге, то есть я с Богом борюсь, все мои планы будут неудавшимися, все мои люди будут, так сказать, окружающие враги, я умру несчастные. Вот и все. Понимаете разницу? Вот об этом идет речь в этом маленьком стихе. Которые мы сейчас разобрали. Интересные стихи. Хорошие. Еще пару вопросиков можно мне задать и искать. Завтра будет самая сложная лекция. То есть, как я и говорил, шуток не будет. Будем очень серьезных темах проговаривать. Да. Это сейчас, раньше не приговаривали. Раньше просто выгоняли из страны, лишали гражданства. Ты не можешь жить по законам нашей страны, ищи другую страну, но не убивай. Потому что это нарушение Дхармы, потому что это дети. Учитель, ребенок, женщина и старик это дети, то есть они себя ведут как дети. Они себя ведут как дети. Это уже другие исторические моменты, не будем их трогать. Темные средневековья, не будем обсуждать. Там уже начались проблемы большие. Мы говорим о разумных проявлениях. Рама, например, Рамачандра, это было реальное царствование. Исторический факт, знаете, был какой? Рама установил настолько строгие правила в своей стране, То есть он настолько строго следовал религиозным правилам, что в его стране люди не болели. Не болели, они просто умирали. Но не было болезни, не было стадии болезни. Потому что болезнь это реакция за неправильные поступки. И он настолько строго следил, чтобы люди не поступали неправильно. Это исторически известно. В его стране, пока он царствовал, люди не болели. Не было болезни. Болели только приезжие. А те, кто слушались в его стране, те, кто были законно послушными гражданами, не болели, не было болезни. Это было в руках царя. Вот реально. Поэтому все сейчас помнят Рамы. Если вы приедете в Индии, скажите «Джай Рам», все скажут «Джай Рам». Все помнят. И там все политические движения, они как-то все сейчас с Рамой связаны. Рама такое-то движение, рама такое-то движение. Все как-то Раму помнят. Вот это было... А сколько это было тысячи лет назад? Ой-ой-ой. И до сих пор помнят. Потому что вот просто строго взялся за это дело. Понимаете? Вот оно реальность. Поэтому вот, в общем-то, не наказывали. Не наказывали. Просто выгоняли. И это считалось самым тяжелым наказанием. Самым тяжелым наказанием. Все болезни, они имеют какое-то следствие повезения? А допустим, болезнь Гора? Любые болезни – это следствие нашего неверия. Поэтому, если болезнь Гора, можно понять, что я говорю без веры в Бог. Очень просто. А понижено это движение? Ну, давайте его... Без медицины. То есть, это что значит? Значит, я прилагаю недостаточные усилия в своей духовной жизни. Соответственно, повышенные – значит, я слишком фанатичен. То есть, слишком много усилий прилагаю. Слишком много. Понимаете? Сами можете вывести. Тут не нужно никаких вызовов. Никого не надо. То есть, это вещи на основе разума. Вы сами поймете. Ноги болят – не туда ходил. Глаза болят – не на то смотрел. Уши болят – не о том слушал. Понимаете? Желудок болит – не то ел. Спина болит – не тому кланялся. Шея болит – не туда смотрел. Понимаете? Просто я не врячу. Это вы сами поймете. Все понятно. Понимаете? Все неправильно. То есть, что не то делали, то и будет болеть. А? Что это такое? Накапливали слишком много. Понимаете? То есть, или еще что-то. То есть, или слишком много умствовали. То есть, выработали свою концепцию. То есть, новый орган себе выработали. Вот. И так далее. То есть, все это можно на основе логики владеть. Причем, ну, понимая именно себя. То есть, другого человека не надо анализировать. Анализ кармы – это всегда анализ своей кармы. Не надо лезть в чужую душу. Это будет критика, это будет оскорбление. Не нужно другого человека анализировать. Потому что в этом всегда есть некоторый такой указ. А, у тебя-то вот. В аюридических трататах говорится, что как только я посмеялся над болезнью другого, как только я подумал, что я этим никогда не заболею, эта болезнь встает в очередь. В мою карму. Поэтому упаси Бог вообще скептически относиться к чужим болезням. И думать, что я этим точно не заболею. Это вот он, наверное, неправильно себя вел. Ну, все, это тут же встает в очередь ко мне. Потому что у нас есть все виды заболеваний. Помните, я про карму рассказывал? Там все. Там все. Там есть и трамваи переехавшие ноги, и самолеты разбившиеся, и все. Там все есть. Поэтому лучше с этим всем не играть, а закончить в этой жизни все счеты, так сказать, отдать все долги, стать святым и поставить точку хорошую. А эту горку оставите в материальном мире. Потому что с ней не разобраться, не очиститься от себя. Не очиститься. То есть кармин слишком много. Наша жизнь бесконечна. И мы бесконечно делали глупые дела. Бесконечно. В разных трактатах это по-разному говорится. Но в каких-то говорится, что это первородный грех или еще что-то. Просто разными с вами говорится. Но принцип один, что просто своими усилиями от этого не сбывается. Что нужно предаться. Предаться святости. Очистительные вещи это некоторое вторичное действие. В ведах это называется система кармаканды. То есть кармаканды это правильная деятельность, чтобы карма потихонечку сжигалась. Но ее столько надо сжечь. Ровно столько, сколько мы ее создавали. А создавали мы ее вечно. Поэтому это надолго. Например, есть такой путь. Путь в Арнашу Мадхарме. И описывается, что человек должен сто жизней прожить идеальным шудрой. И идеальным служащим. После этого он сможет родиться вайшей, торговцем. Он должен сто жизней прожить идеальным вайшей. После этого он сможет родиться кшатрием, руководителем. Он должен сто жизней идеально руководить. После этого он может родиться учителем. Да, Бравм? И сто жизней идеально учить. И если ему повезет, тогда он встретит святого. и станет на путь служения Богу. Это не наш. Это очень долго. Я не готов лично еще 400 раз все это переживать. Мне хватило и в этой жизни вполне. Я чувствую, что и мои прошлые жизни были такие же невеселые. Поэтому надо когда-то закончить институт и все-таки получить диплом. Почему не в этой жизни? Как знаете, на Шиву Пархупаду спросили, а что все-таки, если Бога нет? Очень интересно, даже если Бога нет, все равно духовное развитие это самый лучший способ прожить эту жизнь. Это мы ничто не потеряем, это действительно благородно, это действительно разумно, это действительно интересно, это общение с действительно нормальными людьми. То есть это действительно высокий круг общения, это мудрецы, это святые, это сложнейшая философия, это святые места, это чистота, это вкусно, это красиво. Это даже, скажем так, если Бога нет, то это все равно лучший способ прожить жизнь, лучшее качество жизни. То есть мы самое лучшее принимаем, самое чистое, самое возвышенное, самое интересное. Поэтому ничего не теряется. А что? Ну нет, нет, просто это сказать, на то мы распадемся и все. Какая проблема? Но если не распадемся, значит приз. Духовный мир. Поэтому не бойтесь, не распадемся, конечно. Не распадемся, потому что не может быть, конечно. А есть какое-то ограничение по поводу, если мы уже готовы перейти и больше не рождаться? А если бы мы все-таки никак не готовы, есть какое-то ограничение, сколько мы раз будем еще это переживать? Да. Говорится, что мы в любом случае продолжаем свой путь, поэтому следующее рождение, оно будет более удачное. То есть мы родимся в ситуации, которая будет больше способствовать нашему духовному развитию. Ну то есть мы духовно развиваемся, если мы деградируем, то направо, в общем. Да. Мы не сможем так просто деградировать, потому что мы уже стали на этот путь. Как насчет террористов, сокращенных? А при чем тут террористов? Ну они же абсолютно не такие духовные, да. Ну они и не ведут, мы же говорим о тех, кто ведет. Ну то есть они, они еще получается на самом низшем уровне. Я не знаю, что-то надо с ним поговорить, чем-то. Мы не знаем, кто куда идет. Ну бывает, знаете, убивают, разные бывают ситуации, убивают. То есть любой может нас идти с ума. Мы никогда не знаем, что в душе этого человека. Поэтому навсегда, так сказать, лучше оценивать грех, но не грешник. Понимаете, нужно лечить болезни небольного. То есть есть терроризм, а есть террористы. Это разные вещи совсем. И нужно это разделять. Поэтому есть больное, а есть болезнь. Если врач ходит и говорит, ах ты гад, ты заболел, да ты просто кармическая бедствовачь. Да тебя надо убить вообще, а не лечить. То в этом случае это не врач. То есть врач должен с болезнью бороться, а больному сострадает. Он должен болезнь ненавидеть, а больному сострадает. Так вот, когда мы отвечаем тем же самым на даже такие тяжелые проявления, как терроризм, мы на их платформу становимся. Мы не видим отличия между грехом и грешником. Мы не видим отличия между телом и душой. Душа, на самом деле, хочет любить Бога и хочет счастье всем. Но она настолько запуталась, настолько запуталась, что попала под влияние такого тяжелого поступка. На самом деле сейчас тяжелейший терроризм идет, например, в той же области абортов. Тяжелейшая. Тяжелейшая. Тут-то хоть понятно, тут хоть честно. Взял сам себя, взорвал у всех остальных. А тут с философией, самооправданием, тихонечко, даже муж не узнал, понимаете, все. Тихонечко раз и все. Сколько мне говорю? 20 миллионов абортов сейчас делается. За всю войну столько убили. Сколько за один год сейчас убивается. И это только официальная статистика. Поэтому тут как бы мы можем сколько угодно говорить об одном. Но если мы начнем оценивать, так сказать, вообще, то есть поведение людей, то окажется, что не все так просто. Еще как бы непонятно, кто вообще честнее, а кто лучше. Поэтому, чтобы не попасть в ложную логику вот этих оценок, нужно четко отделять, что мы против греха. Но грешник, его мы хотим все-таки понять. То есть, почему он дошел до такого состояния. Почему такого состояния дошел, то есть какова его ситуация. Потому что мы тоже можем на его место попасть. Мы тоже можем попасть в любую ситуацию. Называется запутанность. То есть, какого бы преступника вы не спросили, а я имею дело с преступниками, по долгу своей работы, как консультанты, я с ними разговаривал. После совершения преступления они все одно и то же говорят. Я этого не хотел. Я этого не хотел. Я запутался. Они все одно и то же говорят. Я сам уже не понимаю, как это произошло. Это описывается в ведах. Что иллюзия сначала затаскивает человека, он заставляет делать грязные поступки, а потом покрывает его сознание. Покрывает его сознание. И в этом покрытом сознании человек может ужасные поступки совершать. Ужасные может поступки совершать. Что угодно может совершать. Ужасные поступки. Поэтому никогда так, в общем-то, не надо грубо оценивать. Нужно потоньше стараться разбирать. Если один попал, другой тоже может попасть. Поэтому говорят, не залюкайся ни от суммы, ни от тюрьмы. Если один попал, если один дошел до этой ситуации, мы тоже можем на его месте оказаться. То есть, как только мы говорим, что мы на этом месте точно не окажемся, эта проблема может стать нашей. Можем в маленького террориста превратиться. На своем уровне кого-нибудь взорвать. Мне кажется, что аборт это тоже не хуже, чем взрыв. Потому что, примерно, если на уровне тела посмотреть, как это уничтожается, то примерно то же самое происходит. На куски просто разрывают пол и все. Поэтому, спасибо Богу. Поэтому нужно быть крайне аккуратным. Потому что жизнь нам будет давать испытания и море испытаний. И кто-то смог пройти, кто-то не смог пройти. Поэтому мы против греха. Это факт. И мы отрицаем и вообще всячески, так сказать, его не принимаем. Но вот с грешниками большая проблема. С грешниками большая проблема. Потому что каждый может попасть в такую ситуацию. С той или другой стороны. Просто в каждое время какой-то грех становится там публичным, то есть все-таки модным, обсуждаемым. Поэтому сейчас вот такой грех модный, обсуждаемый. Раньше был другой грех модный, обсуждаемый. То есть в разное время разные грехи. Но эти были обсуждаемые. Поэтому не попадайтесь, так сказать, на грубое осуждение. Нужно всегда разделять душу и тело. Всегда разделять. Поэтому нужно постараться понять, так сказать, как надо было запутаться, чтобы душа, которая хочет вечной любви и счастья всем, дошла до такого состояния, чтобы совершать такие поступки. И насколько я вообще стою на том же пути, не стою ли я на том пути? Тут очень все сложно. Поэтому вот это и есть разум. Разум это непримиримая твердость в отношении к греху и величайшее милосердие по отношению к душе, которая запуталась. И это не значит, что действия должны быть слабыми. Действия должны быть адекватными. Нужно поймать и посадить тюрьму навсегда. Но в сознании должно быть правильное разделение. Потому что нужно понять, так сказать, что каждый может оказаться в очень тяжелой ситуации. В какой угодно может ситуация оказаться. Помните историю, однажды один ученик писал трактат, переписывал трактат. Есть такой стих в Бхагава, там где говорится, что даже разум великого мудреца может попадать под влияние материального отживания. И он стал переписывать, и он подумал какой-то странный стих. Тут, наверное, ошибка. Разум великого мудреца, наверное, не может попадать под влияние материального отживания. И он так написал. То есть изменил трактат. И в этот момент пошел дождь. И к нему в дверь постучались. Он был монах. Он открыл дверь, там стояла девушка. Стояла девушка. Он сказал, можно мне войти, там дождь идет, надо как-то погреться. Закон гостеприимства. Говорит, что надо пустить. Он говорит, ну ты войди, но там стой около двери. Потому что все-таки я монах, поэтому стой там. Но я не могу не пустить законы гостеприимства. Что сделать? Человек постучался. И она там стояла около двери, но она стала так сильно дрожать, у нее так сильно стали зубы стучать. И она вопросилась, можно я как к кастру сяду? Чуть-чуть ближе. Он говорит, ну что делать? Женщина надо как-то защищать. Что-то надо делать? Замерзает, умрет, после конца простынет. И ладно, садись около костра. Она села около костра, очень смиренная, стала греться. Он дальше писал свои трактаты, переписывал. Но кончиком глаза он уже стал смотреть на эту женщину. Так как она была мокрая вся, он стал слишком много видеть, замечать. В какой-то момент он пошел с ней знакомиться. Как тебя зовут? Где ты живешь? Что как? То есть дошел до той ситуации, что она поняла, что сейчас нехорошие вещи начнутся. И она ему сказала, ты знаешь, раз уж мы повали в эту ситуацию, давай хотя бы сейчас свадьбу быстро проведем, чтобы не было греха, чтобы все было честно. Поэтому во время свадьбы жених должен взять девушку и обнести ее вокруг жертвенного костра семь раз. Символизирует, что они семь жизнью будут вместе. Он говорит, да, давай быстрее, свадьбу, все. И он сквертил ее на руки и понес его вокруг костра. И вдруг она стала его бить по лицу и говорит, может, 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 может. И он пришел к себе, а видел, что он с его духовного учителя несет вокруг костра. А тот его бил трактатом по голове, может, я тебе говорю, может, может. Раньше учителя могли так разыграть сценку для своего ученика. Поэтому не надо переписывать трактаты. И потому что они говорят, что даже разум великого мудреца может быть на время сбит ветром материальных желаний, иначе может быть сбит. Поэтому мы можем совершать глупости. Что только можем не совершать? И мы уже совершали это миллионы раз. И не факт, что мы не были террористами. Почему вы думаете, что мы точно не были террористами? Не факт. По этой теории нету, ладно? Как это нет? Ад есть. В этом и проблема. А кто тогда попадает? Пожалуйста, кто угодно. Вы говорите, что мы перерождаемся, пока мы не завершим этот духовный путь? Если мы его практикуем. Если человек не практикует, куда же он дальше рождается? Поэтому я же говорю, что Бхагавадгита говорит о том, что тот, кто встал на путь духовного развития, тот уже с него не сходит. То есть он его продолжает. И даже если он встал и начал ошибаться, то ему все равно будет дан шанс опять вернуться к этому поводу. Поэтому, так сказать, даже если человек сошел с этого пути, он все равно к нему возвращается. Но тот, кто на него не встал, значит не стал. Поэтому люди, которые говорят, что они по религиозным наматьем что-то делают, это не факт, что они встали на путь духовного развития. Между религией и духовностью бесконечная разница. Бесконечная разница. Как разница между дипломом или одеждой и квалификацией. То есть, если, например, я сейчас одену одежду хирурга, я от этого стану хирургом? А если вы оденете одежду полицейского, вы ставите этого в полицейский? Не ставите. Поэтому то, что человек, так сказать, называет себя религиозным, даже так одевается и даже цитирует какие-то слова, это значит, что это духовное лечение. Это не значит, что он стоит на пути духовного развития. Поэтому, если вы встретили человека на улице, но в одежде хирурга и со скальпелем в руке, лучше убегайте. Понимаете? Вряд ли он будет вас лечить. Также, если человек говорит, что он религиозный, но у него бомба в руке, лучше убегайте. Это не религиозный человек. Понимаете разницу? Разобрать? Это важно, да. Поэтому будем бороться со своим домашним терроризмом, то есть много чего такого сами дома делаем. Веда говорится, семейный человек должен постоянно совершать пожертвования, потому что каждая закипяченная чашка воды – это миллионы сварившихся живых существ. Каждый шаг по земле – это миллионы раздавленных живых существ. Каждый его вдох – это миллионы, так сказать, живых существ, которые мы раздавили своими легкими и так далее. То есть каждый наш шаг – это некоторое насилие. Поэтому семейный человек, который, так сказать, активно живет, он должен постоянно совершать какую-то богачестивую духовную деятельность, чтобы, в общем-то, как-то эти живые существа получали благо. Потому что если человек выполняет желание Бога, и если, в общем-то, невинные живые существа, которые, так сказать, вынуждены при этой деятельности, так сказать, пострадать, то они получат прогресс, они получат благо. Только надо правильно эту мысль понимать. То есть те, кто вынуждены в этом случае пострадать, они получат благо. Те, кто не вынуждены, их лучше не торопить. Ну что делать? Так, например, тоже принятие пищи, да? То есть мы все равно должны, так сказать, так или иначе совершить насилие, да? Так или иначе. То есть капуста все равно капуста. То есть она живая. Но если мы эту пищу освящаем, то есть мы ее предлагаем Богу, мы ее делаем не для себя, а Богу предлагаем, то в этом случае капуста получает благо. То есть она вынуждена в этом случае. Но зайчик уже благо не получит. Потому что он может убежать. Но мы проявляем вероломство и ловим его. Вот капуста, в принципе, уже все. С ней все понятно. Вот зайчик лучше пусть убегает. С ним у нас нет доверительных отношений к зайчику. Потому что сказать еще не факт, что мы победим, зайчик может и палец откусить. Зайцы знаете как кусаются? Руку прокусывают. С зайчиками поаккуратнее. Капуста все-таки не кусаетесь. Вы вместе с вами говорили, что если мы совершаем плохие поступки, то 108 наших поколений чувствуют это, да? Да. А в эти действия, как вы говорите, вы приходите к благости и не ставите то, что вы донесли, то что с этими поколений? Все получают освобождение. То есть им дается шанс, в общем-то, встретиться со святой личностью, следовать за этой святой личностью и вернуться домой к Богу. У них у всех будет встреча со святыми личностями. Обязательно. То есть им дается освобождение. Никто не побеждает. Все получают разные, так сказать... Поэтому к нам приходят разные желания в мозге. То хорошие, то плохие. Замечательно. Что-то когда-нибудь. Такой компот. Поэтому даже лучше на них внимания не обращать. Но мы должны понимать, что, в общем-то, наша задача не то, что не обращать внимания, а наша задача, в общем-то, начать действовать правильно. Потому что, например, какие-то ложные направления, они говорят, нужно просто, так сказать, перестать думать. Но если я перестал думать, это значит, что я начал действовать верно. Помните тезис-антитезис-синтезис? То есть тезис. Я думаю неверно, а, соответственно, это мне приносит страдания. То есть я поэтому делаю антитезис. То есть выбираю какую-то, так сказать, псевдорелигию, но которая говорит, думать вообще не надо. Просто не думай. Убей всю мысль. Но это невозможно. Потому что это антитезис. Это то же самое, что думать плохо. Потому что должен быть синтез. Что я должен делать? Я должен думать, но не о материальном, а о духовном, о Боге. Вот это будет правильное решение. Так же, как пища. Так, все, что я ем, я убиваю. Поэтому я что должен сделать? Антитезис. Перестать есть. То же долго не получится. А тут нужен синтез. Я должен есть, я должен пищу готовить, но не для себя, а для Бога. Я должен учиться готовить и священную пищу. Поэтому то же самое было и с Арджуной. То есть Арджуна понял, так, сейчас я пойду всех убивать, будет большая проблема. У меня даже не с кем будет отраздновать победу, я просто всех убью. Он понял, сейчас всех убью и все. Поэтому он подумал, надо что сделать? Уйти в лес, ничего вообще не делать, никого не убивать. Но Кришна что ему сказал? Ты не сможешь не убивать? Потому что вот ты придешь в лес, и там ты встретишь местных жителей. В лесу всегда кто-то живет. Это пока мы не пошли в лес, нам кажется, что лес пустой. Но когда мы в него придем, там сразу все выйдут из Олгу. И что они спросят? Как тебя зовут? И ты что скажешь? Арджуна, да? А чем ты занимаешься? Ты скажешь, я великий воин. А что ты делаешь здесь? Я прячусь от войны. И тебе скажут, как? Ты великий воин прячешься от войны, значит ты кто? Трус. Что ты в этот момент сделаешь? Убьешь этого человека. Так иди сразу убивай. Только делай это с пониманием, что ты делаешь. С пониманием своих духовных обязанностей. Четко понимая, что ты сейчас творишь. Действуй, но понимая, что ты делаешь. Тезис, анти-тезис, синтез. Вот так нужно всегда понимать. Потому что мы вот тезисом к анти-тезису бросаемся. И результат нулевой. То есть человек сначала делает огромные усилия, столько прилагает вообще шагов. А потом он раз и как Арджуна уезжает в лес. И ничего уже не делает. Результат ноль все равно. Пока он не начнет действовать менее агрессивно, но более уверенно. То есть с большим результатом. Это уже путь протоптанный Арджуной пять тысяч лет назад. И люди до сих пор так поступают. До сих пор. То есть активность, пассивность. Активность, пассивность. Нет. Духовная активность. Духовная активность. К пассивности. То делаем все. То разочаровываемся. И думаем ничего мне больше не надо. Отстаньте от меня. Это не приведет. Это уже проверено все. Вот Бхагавадгита она от этого лечит. Она лечит вот этой двойственности. Бросание туда-сюда вот в эти крайности. Понимаете? Забрались? Какая-то ясность появляется? Да. Вот что-то. Проявляется, да? Много. Должны какие-то моменты проявляться. Я все-таки рассчитываю, что вы прослушаете эти лекции по Бхагавадгите. То есть будете читать этот текст и слушать лекцию по этому стиху. Потому что я специально на эту тему сейчас работаю. Хочу за вот эти несколько лет прочитать все-все лекции по каждому стиху. По восемь главам уже прочитано. И вот за ближайшие два года я дочитаю оставшиеся. то есть важные. И мы сможем разобраться. Потому что это концептуальные все вещи в общем-то. Они должны решать наши проблемы. Реально решать наши проблемы. Это основы в общем. Основы. Все довольны? Довольны. Вы изучали полковые лекции со своим учителем? Да. Так же я слушаю его лекции. Задаю ему вопросы. Индра Дима с вами. Нормально так же объяснить? Да. Так. Я просто передаю его слова. Он английский? Да. Ну слава богу он всегда переводится. И я с ним вирусы говорю. То есть переписывает. Все так же. Все очень просто. То есть на каком-то моменте мы учимся своего учителя. А когда мы постигаем это знание, он просит нас учить других. Вот тут все. Очень просто. Ничего сложного. Просто ничего не придумывать. Путь духовный прост. Главное ничего не придумывать. Все проблемы от того, что мы пытаемся срезать углы и пойти свои дорожки. Поэтому иногда говорится, что духовный путь он подобен болоту. К сожалению есть такое сравнение. То есть нужно идти за тем, кто его перешел за проводником. Если я думаю, что вот тут короче, вот я и иду туда, я просто тонуешь. Лучше идти за тем, кто знает. Поэтому в общем-то всегда можно идти духовным учителем, идти по его стопам. Потому что он сам идет за своим учителем. Так все идут. Шаг в шаг, след в след. Все очень просто. Ловушка это свой путь придумывать. Потому что наш ум скажет тут короче, тут лучше, тут еще что-то. Даже в трактатах по процветанию описывается вообще, что это как это сейчас называется. По защите описывается, что все преступления совершаются там, где люди срезают дыру. Все преступления там совершаются. За гаражами, когда угол срезаем, улицу пытаемся срезать. То есть там, где мы решили, что там короче, там нас уже ждут преступники. Там нас уже ждут проблемы. Потому что человеку хочется быстрее домой прийти. То есть он не хочет по светлой улице идти. Он рискует пройти через гаражи, но чтобы быстрее дома просто поесть. И там его уже ждут. Там с ним платинки снимают. Дальше идет уже посекло. Поэтому в трактатах для путешественников говорится, что нужно под прямыми углами ходить. Не срезать ничего. Так как я путешествую, я знаю это наставление. То есть нужно ходить в четвером, не срезая углы. И тогда вы никогда не попадете в опасную ситуацию. Почему в четверо ходить? А четверо, потому что это толпа. На четверых не нападают. Три это скандал, да? Да. То есть три, два это еще не так страшно. Но еще нападают на двух и трех. Четыре это уже большая толпа. То есть это уже умом воспринимается как большая толпа. Уже обычно не нападают. На двух, на трех еще не нападают. На четырех уже нет. Так раньше было, я помню, когда я жил. Я жил, у нас там темные улицы были тогда. И когда ехали мы там с тобой, вот еще что-то то. А женщины, они друг с другом договаривались, где они там, кто в этом доме живет? И они вместе все шли. Не бегали. Поворачивались. А они на остановке стояли и ждали, пока еще кто-то в этот район пойдет. И все шли в четвером. Такая была культура, потому что светов-то вообще не было. Там все лампы сразу разбивали. Не помню, не все шли вместе. То есть это проверенные вещи. Так же и тут. Нужно идти все вместе. И нужно не срезать углы. То есть идти по свету. Там, где объясняют, может быть, так сказать, немножко грустновато для нас это звучит. То есть кажется, может быть, что это немножко долго и трудно. Но зато ясно, понятно и честно. Там, где появляется чудо, что все будет легко, быстро, за три дня, сейчас, так сказать, получим посвящение, так сказать, и все будет замечательно. Есть такие диверсанты, они приходят и говорят, так, ничего делать не надо. Просто вот у нас супер-гуру, нужно у него получить посвящение, и он вам даст милость, и вы вернетесь к Богу. Не верьте в это. Не верьте в это. В хороший институт тяжело поступать. Тяжело поступать и дорого стоит учиться. И там поэтому хорошие учителя, потому что так как им, так сказать, они ценятся, поэтому там дорого учиться и туда трудно поступить. Поэтому не верьте, когда вас заманивают, что пойдемте прямо сегодня посвящение получим, у вас будет духовное имя, все будет хорошо, все что хотите. Мы вам расскажем, кто вы в духовном мире, откроем вам все тайны, все за один день. Не верьте. То есть проверяйте, так сказать, аккредитацию этого в университете. Сейчас очень много таких. Тех, кто предлагает легкий путь. Кришна не предлагает легкий путь. Это путь на всю жизнь. И он очень серьезный. Это путь работы над собой. Работа над собой самая серьезная. Знаете почему? Только мы можем себя проверить. Никто не может нас проверить. Мы можем обмануть, кого хотите. Но себя мы не обманем, Бога мы не обманем. А когда ты сам должен у себя принимать работу, это самое тяжелое. Что кажется, для себя то можно как-то полегче все сделать, схитрить. Поэтому путь самоосознания самый сложный. Потому что нужно быть честным перед всеми собой. Это сложно. Но результат колоссальный. Встреча с Богом. Возвращение в духовную быть. Которая состоит из вечности и знаний из Боженства. Поэтому говорится, перед сном надо читать источник вечного наслаждения. Он описывает духовный мир. И тогда будут сниться духовные сны. Да, есть. Есть? Кришная книга. Кришная книга называется. А описание духовного мира. И мы можем читать его перед сном. В общем-то, понимать, куда мы идем. Очень интересно. Это очень редкий трактат. Очень редкие описания. Не в каждой традиции есть подробные описания духовного мира и Бога. Это сокровенные описания. А вот это вы видите, что это хагавабита, и мы крепко, она покрепляется махамантрой. То есть, отлично. А Шримад Бхагаватан какой мантры? Нет, я говорю, что мантра расшифровывается в Бхагавадгите. Бхагавадгита расшифровывается в Шримад Бхагаватан. А Шримад Бхагаватан расшифровывается в читании Чариня Тарвати. И так дальше, и так дальше. То есть глубина бесконечная. Это Махамантра и Бхагавадгита связаны. Да, они связаны. То есть Бхагаватгита это объяснение Махамантра. А Шримад Бхагаватам это более подробное объяснение Бхагаватгита. И так далее. Это уровни. Они поэтому и по размеру раздвигаются. Уже на целую полку Шримад Бхагаватан. Это обязательные книжки, которые должны быть в Бхагаватане. Это энциклопедия. Шримад Бхагаватан это энциклопедия. Подобрались? Все? Сердца нет? Сомнений? Вопросов? Сомнений это продукт ума? Это продукт разума, если это сомнение мы хотим разрешить. И это продукт отсутствия разума, если мы это сомнение не разрешаем. Именно такое сомнение, которое просто болтается в голове. То есть оно как бы, например, ты решил что-то делать. Уже вот собрался, все, я сейчас буду делать. И вдруг это начинается сомнение. Нужно ли вообще тратить на это внимание и продукт? Это ум, это не разум. Разум должен четко понимать, что полезно для меня, а что нет. Если я не понимаю, полезно я или нет, значит это ум. То есть ум уже просто решает, нравится или не нравится. То есть я думаю, что-то вроде надо, что-то не нравится. То есть это уже ум начинает брать права в свой руки. То есть надо разум, значит, включать, развивать разум. Там все время, у нас все время идет эта борьба ума с разумом. Ум говорит нравится или не нравится, разум говорит полезно или не полезно. Разум должен быть сильным. Поэтому я прихожу домой и мне не нравится мыть посуду, но разум говорит, надо помыть. Как есть такой закон, знаете, то есть не должно быть грязной посуды на ночь оставленной. Это очень важно, потому что иначе сон будет плохой. То есть человек будет болеть. Потому что грязная посуда, она привидение привлекает. Поэтому можно все на ночь и мусор на том носить на ночь. И кажется, это очень лень. А когда вечером поел, кажется, я сейчас лягу спать. Утром. Но сон будет уже плохой. Поэтому вот надо, чтобы разум был сильнее. Но это не пугаетесь, это я так просто для примера провел. То есть ничего там от одной тарелочки не будет. Просто сам принцип, что нужно все время разум включать. То есть полезно или не полезно. Если это точно не полезно, лучше делать все-таки. Идти даже если не хочется. Может мало поели? Сначала подумать, о чем вы там думаете. Кто там живет? В уме, раз спать мне хочется. Значит, план какой-то живет. То есть, а когда наш план, так сказать, он слишком претензиозный, то он не может лечь спать, наш план. То есть он хочет ночью осуществляться. Поэтому это значит, что мы, так сказать, излишне торопимся в чем-то. Поэтому нужно уметь, так сказать, плану давать тоже возможность лечить. Что вот вечер-вечер, то есть, поэтому, говорится, в сон нужно входить с хорошей книжкой. То есть самый хороший сон, это когда вы уснули и книжкой на голову прикрыли. Знаете, она по столам упала на голову, вы уснули. Это самый хороший сон. Поэтому, какой-то читайте трактат очень хороший, духовный, чтобы вы под него засыпали и с этими мыслями спокойно спали. Потому что если план будет жить, то вы не будете спать. То есть ум все равно будет его осуществлять. Поэтому вы не выспитесь. То есть тело будет все равно оставше. Все, вот время пришло, нужно, чтобы план пошел тоже спать. Утро вечера мудренее, такая хорошая есть. Посмотрите. А иначе, конечно, это будет... Сейчас поэтому бессонятся, потому что люди грезят какими-то ужасными такими мечтами своими. Такими, в общем-то, несбыточными. И они настолько погружаются, то есть они себе на стены приклеивают фотографии. Яхт там, я не знаю, домов. Ужасные какие-то вещи, как называется, визуализации. И он настолько в это погружается, что у него сон пропадает. Он психом становится. У него яхты во сне плавают. То есть не нужно сходить с ума. То есть придут деньги, купишь яхту. Какая проблема? Зачем яхту вешать раньше времени? То есть на стену... Это немножко смешно. Это все равно, что себе, знаете, фотографию там, Ален Дерона повесит и говорит, это будет мой муж. Ну извини, то есть может он будет немножко не такой. Может он будет на Вауево похоже, не знаю. То есть всякое бывает. То есть извините. Современные психотехники это просто бред иногда. Причем такой бред, который приводит к депрессивным состояниям очень тяжелым. То есть человек должен уметь, в общем-то, думать о духовном. О материальном мы и так, естественно, много думаем. Ну зачем себя вводить в такое... В материстичное бешенство. То есть не надо себе в это бешенство вводить. Нужно наоборот уметь, так сказать, переключаться, успокаиваться. То есть давать... Давать себе, в общем-то, время для духовной жизни. Поэтому да, отдельно это время для материальных свершений. Но, как говорится, утре и вечер это время духовной жизни. То есть нельзя с самого утра, так сказать, вставать и сразу на телефон прыгать или еще что-то. Нет, нужно какое-то время почитать, помедитировать, себя пройти. То есть нужно духовной жизнью позвонить. А то сразу вскочил прямо... То есть человек уже просыпается от телефонного звонка и все, у него работа начинается. Чуть-чуть пораньше встань немножко почитать, помедитировать. И так же вечер. То есть нельзя уснуть, матерясь в телефонную трубку. Нет, нужно, чтобы было какое-то время. То есть хотя бы полчасика, часик, чтобы в себя прийти, то есть почитать что-то. Чтобы действительно это было какое-то духовное время. А не то, что я уснул с этой стенки, которая заклеена моими мечтами. А утреное, например, чтение, чтение, все это очень важно делать после омарения? Или нужно просто вот открывать глаза? Читать естественно? Как вам нравится, но, так сказать, принципы чистоты говорят, что к священному лучше чистым притрагиваться. Поэтому лучше сначала принять омарения, потом делать. Бывают разные ситуации, конечно. Если там очередь, то можно полежать немножко, почитать, что-то послушать, почитать. То есть я иногда, когда там что-то могу, там наушники поставить, послушать или что-то почитать. Бывают разные ситуации. Будьте практичны. Некоторые, они, так сказать, там сразу еще в ванне включают лекцию, чтобы время не терять. У меня был друг один, был есть, и он провел колонки везде. В ванну, в туалет, на кухне, везде. То есть везде, на улицу. И он включал лекцию, и чтобы время не терять, у него был час до выхода на работу. И он успевал, то есть как только вставал, он включал лекции, и он успевал везде прослушать, так как мы во всех комнатах. Сейчас я ставлю телевизоры во всех комнатах, чтобы не пропустить ни одного момента. Чтобы везде было видно, хотя бы угол телевизора. Сейчас сразу уже унитазы с телевизором продают, пристыгные. Потому что жалко пропустить. Человек не может сходить в туалет, сейчас у людей проблемы, он в туалет не может сходить, ему жалко пропустить момент. У нас за время рекламы нужно успеть сбегать в туалет. Сейчас уже так говорят, уже шутят, у нас так идет реклама. То есть бегите в туалет, а мы пока вам покажем рекламу. И он был такой практичный, тяжелая работа, у него была часть времени, утром он вставал. То есть ему нужно было выспаться, но он везде поставил колоночки маленькие. И даже во время того, как он мылся, был в туалете, там что-то готовил на кухне, он успевал одну лекцию прослушать. Все это время. Это многое одна лекция. Так же вечером он приходил, тоже включал и еще там успевал. То есть это вопрос нашей практичности. Поэтому сделайте, насколько вам это удобно. Но должна быть утром и вечером духовная жизнь. А иначе мы просто в окротов превращаемся, все время какой-то тоннель делаем. А светлее они становятся. Должны быть просветы. Утром и вечером должны быть просветы. Днем понятно, время активности. Тело хочет бегать, что-то делать. Пусть бегает, делает. Такая проблема, не мешайте им. Но утром и вечером надо все-таки подумать о духовном. Время вспомнить о Боге. Короткий вопрос. А имеет значение, сколько занимается времени читать мантры? Мантра должна быть, как мы говорили, деятельной. То есть она должна быть активной. Поэтому, если слишком много времени уходит, это признак того, что я излишне расслабленный. То есть сентиментальный. Если слишком быстро я это делаю, значит я излишне фанатичен. То есть проглатываю. То есть уже обубню, а не молюсь. Это жужжу. То есть все-таки это должно быть таким, знаете, активным, качественным. Чистым. Да. А? Активным? Один круг, семь, восемь, девять минут. То есть все шнадцать кругов не больше двух часов. Если вы шестнадцать кругов за сорок минут прочитали, значит вы не читали мантры. Значит вы три слова из шнадцатых повторяй. Если вы шесть часов читали, то проверьте, то ли вы читаете, те ли у вас четкие. У меня, так сказать... Не, ну когда я начинала, у меня сегодня не было. Ну мы все когда начинали, но мы же должны узнать. Я когда начинал, ничего не было. Поэтому я просто услышал одну фразу, что нужно воспевать мантры. Я ничего не знал, потому что никого не было, ни специалистов, ни книг, ничего не было. Я понял это буквально. И так как я был музыкант, я брал гитару. А читал спичек на шестнадцать кругов, то есть кругу распичек. И пел одну мантру, перекладывал одну спичку. И пел вторую мантру на другую мелодию, перекладывал спичку. Жена причем целый день работала. Она уходила на работу, меня будила, я вставала целый день, пела шестнадцать кругов мантры. Вечером я очень уставший приходил, она уставшая. Я эту кучу спичек перевожу на ту. И мы искренне несколько месяцев считали, что так и надо. А когда пришли специалисты и увидели, они чуть в обморок не упали. Вот кто знал, но кто не знал. Пока кто-то не покажет, сам никогда не поймешь как делать. Один мой друг, не буду говорить кто, он читал, что он в книге прочитал, что нужно дойти до бусинки Кришны, развернуться и идти обратно. И он искренне думал, что это есть один круг, что круг это туда и обратно. И он читал, и я с ним долгое время был вместе, я читаю два часа, а он четыре. И я на него ругался сильно, что ты делаешь, он был в моем подчинении, на него кричал. Он говорит, не могу быстрее, он изо всех сил уже при мне орал, цароторил, я два часа, а он четыре. Я уже думал, ну все, ну вот не может быть такого. И потом мне в голову ударило, что ты без мешочка, то есть так, покажи мне, увидел, что он туда-обратно читает. И он несколько лет потратил, то есть он читал, но в два раза больше, 32 круга читал. Потому что просто не понял, куда надо, то есть что. То есть много бывает разных моментов. Другой человек, он думал, ну что 16 кругов, это 16 раз, но Хари Кришна приносит. Вот он приносил — Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна... Все. И думал, — Чего вы мучаетесь так? И его когда спрашивает, то песок уроковстреч-ну 16-х. Все так начинали. Пока мы без духовного учителя что-то практикуем, но такое смешное устроен. Чего только они сделали вообще, ой, столько смешного, ну это как все, как дети, когда дети начинают что-то делать, это смешно. Поэтому мы так же как дети, то есть первые несколько лет, ну лет 20 уходят, чтобы все понять, то есть как, что, потом мы взрослеем, становимся серьезными, поэтому так сильно не расстраивает. Спасибо большое.